пенный гимн, а на здании появились золотые рунические буквы, знатные вампиры поспешно перевели свои взгляды обратно на открытые ворота дворца, тысяча паладинов, облаченных в доспехи серебристого оттенка и белоснежные плащи, появлялись из яркого света, держа крепкие щиты и высоко размахивая священными копиями, и один человек твердо стоял перед ними, добро пожаловать, добро пожаловать, это был никто иной, как седьмой принц теократической империи, вы впервые прибудете на небеса, я прав, Аллин Альфалс, он широко улыбнулся вампирам, по милости святого лорда Аллина Альфалса, золотистые рунические буквы начали излучать чисто белую ауру, белые энергетические нити начали проникать в фигуры паладинов, божественное благословение проникло в их копия и щиты, в их физические тела и даже в их души, они с силой ударили щитами о землю, бах, их глаза под шлемами, казалось, резко загорелись, когда они направили свои благословенные священные копия на вампиров перед ними, небесная армия готова вступить в бой, голоса, наполненные духовной речью, заставили нежить прикрыть уши, че что это значит, эти ублюдки, что они, все вампиры отшатнулись, глядя на паладинов, даже несмотря на то, что они носили шлемы, их пылающий дух можно было ощутить, стоя от них в десятках метрах, и все они ухмылялись, их грубое, тяжелое дыхание, которое было усилено возбуждением, отчетливо слышалось вампирами, эти существа сильно отличались от армии из домашнего скота, с которой вампиры ожидали сразиться сегодня, на самом деле, эти существа были полной противоположностью, они были охотниками, которые охотились на вампиров в течение последних нескольких тысяч лет, и, не пугайтесь, мы все еще находимся в чрезвычайно выгодном положении, армия нежити к этому времени раздулась, то, что было армией в пять тысяч превосходных бойцов в начале, теперь стало армией в десять тысяч сильнейших существ, и, к тому же, здесь присутствовали вампиры, с таким количеством существ на их стороне, они должны быть в состоянии убить всех этих людей сегодня без особых проблем, в конце концов, паладинов было всего около тысячи, эти ублюдки из императорской семьи безжалостно выслеживали их собратьев вампиров, но теперь пришло время отомстить за все, это случилось как раз в этот момент, в небе вспыхнули ослепительные лучи света, один из рыцарей вампиров указал вверх и закричал, че что, черт возьми, это за лучи, вампиры посмотрели вверх, должно быть, вам всем было ужасно трудно добраться до сюда, седьмой принц натянута улыбнулся, я должен расстелить красную ковровую дорожку для всех вас, верно, массивный меч, созданный из божественности, в настоящее время парил в небе, и это был, небесный меч, один из вампиров, который когда-то просмотрел информацию о сильнейших атаках теократической империи, потрясенно выдохнул, это была широкомасштабная магическая атака, что создавалась священниками на протяжении долгого времени и требовала от них предельной концентрации, это ваше решение, ребята, с язвительной фразой седьмого принца массивный меч света начал падать на землю, его было невозможно остановить, он был похож на падающий метеорит, а отступаем, вампиры попытались сбежать, но к тому времени было уже слишком поздно, огромный меч вонзился в землю, и раздался гигантский взрыв, все немертвые существа, которые были задеты взрывной волной, мгновенно исчезли, меч раскололся на части, и образовавшая его божественность пропитала воздух, нежить, которая вдыхала пропитанной божественностью воздух, начала извергать кровь, и те, что наблюдали за этим событием с широко открытыми глазами, потеряли свои глазные яблоки, у ваахака, вампиры едва успели открыть свои обожженные глаза и поспешно огляделись по сторонам, и вот тогда они стали свидетелями этого, по милости его высочества, принца, они увидели марширующих паладинов в сверкающих серебряных доспехах и плащах, что великолепно развивались на ветру, мы выследим всех вампиров, в следующее мгновение они начали размахивать своими длинными, священными копьями, от первого лица, остальная руна была нестабильной, время, необходимое для ее активации, составляло около 30 минут, в то время как ее продолжительность действия составляла от силы минут 20, на это время этот королевский дворец стал бы божественным храмом, а территория вокруг него превратилась бы в святилище, однако эти вампиры оказывали ожесточенное сопротивление, они развернули свою армию нежити и сражались против небесной армии, но, к сожалению для них этого было недостаточно, даже если паладин был серьезно ранен, его раны мгновенно зажили за одно мгновение, несмотря на то, что когти вампиров были полны токсинов, несмотря на то, что их клыки несли смертельные проклятия, из-за присутствия божественного благословения все эти вещи были нейтрализованы, на самом деле все те, кто пытался укусить паладинов, быстро теряли свои рты, а те, кто пытался ударить их, видели, как их руки сгорали в священном пламени, со стороны людей не было ни одной жертвы, и односторонняя резня, устроенная паладинами, продолжалось безостановочно, некоторое время спустя, что, черт возьми, здесь произошло, раздался незнакомый голос, к тому времени я развалился на троне, который небесная армия подготовила для меня, я сидел прямо перед дворцовыми воротами, и паладины стояли во весь рост вокруг меня, услышав этот голос, я перевел взгляд на его источник, головы бесчисленных немертвых существ и вампиров были насажены на тысячи священных копий для демонстрации, я заметил еще пару дворян вампиров, что вели еще одну армию нежити, вампир, возглавлявший их, был рыцарем, облаченным в набор броских доспехов, которые могли похвастаться кроваво-красной цветовой гаммой, это был маркиз, которого жители Ломи когда-то называли истребителем драконов, с застывшим лицом он уставился на отрубленные головы своих собратьев, Райден Бегемот, это был зачинщик, виновник всего этого события, вся эта неразбериха должна была закончиться после того, как я избавлюсь от этого ублюдка, я вытащил череп Амона, после чего надел его, затем я открыл гриму Арамона и перекинул посох Амона через плечо, я крикнул Райдену, я подготовил все это для тебя, так почему бы тебе не, к тому времени я уже произнес фразу активации, остальная руна взрывообразно усилила мою божественность, вдобавок ко всему, на мне был череп, и я даже держал в руках посох, все было готово, и теперь, показать мне, правдива ли твоя легенда об убийстве дракона, все, что мне теперь нужно было сделать, так это вызвать существо, которое убило бы такого высокого вампира, как он, я с силой ударил посохом о землю, страницы гримуара начали быстро переворачиваться, земля затряслась, и по округе разлилась невероятная божественность, глаза Райдена чуть не вылезли из орбит, земля начала раскалываться на части, святая вода поднималась из трещин на земле, устремляясь к небу, бум, часть внешних стен королевского дворца рухнула от подземных толчков, однако тысяча паладинов даже не сдвинулась с места ни на дюйм и сохранила свой строй, тем временем массивные передние конечности, состоящие из костей, поднялись из земли, после чего закрепились на твердой поверхности и стабилизовали свое тело, бум, тот, кто восстал, было существом из легенд, формой жизни, признанной самой сильной в мире, каждый раз, когда сердце этого существа мощно пульсировало, невероятная волна божественности поднималась и распространялась по окрестностям, его сердце было закрыто широкой грудной клеткой, что и обеспечивало ему защиту, пара крыльев, торчащих из его спины, длинный изящно изогнутый позвоночник и хвост на его конце, его костлявое тело, поблескивающее цветом слоновой кости, медленно приподнялось, и наконец, пасть дракона широко раскрылась и издала чудовищный духовный рев, выражение лица Райдина застыло, когда он неуклюже отшатнулся, он поспешно поднял голову и уставился на это существо. Костяной дракон, легендарное существо показало свое великолепное тело в этом мире. Глава 207. Истребитель драконов выражение лица Райдена застыла. Впервые в жизни ему довелось пить человеческую кровь и пожирать человеческую плоть, но даже в разгар веселья он все еще не забыл о своей задаче и вел армию нежити, насчитывающую более 10 тысяч голов, к королевскому дворцу вместе с графом Гибертом. Но, но, что здесь произошло? Зрелище, развернувшееся перед их глазами, это, это действительно напоминало ад, ад для вампиров, вот что это было. Более тысячи копий было воткнуто в землю, в то время как отрубленные головы знатных вампиров вместе с многочисленными немертвыми существами были насажены на эти копья. Многие из них еще не были мертвы, и их губы безвольно шевелились, их окружение было заполнено останками нежити, которая не была полностью очищена и еще не исчезла из этого мира. Маркиз Керум определенно сказал это, не так ли, что весь этот план был посвящен вампирам, что наконец-то убьют отпрысков императорской семьи. Однако, возможно ли это вообще? Маркиз Райден поднял голову и посмотрел на костяного дракона высотой в 10 метров и длиной в 25 метров, он никогда не слышал, чтобы в этом месте присутствовал такой монстр. Пока Райден просто стоял, застыв в явном шоке, костяной дракон решил сделать первый шаг. Его пара крыльев начала хлопать, эти крылья, сделанные из костей, начали двигаться и послали огромную рябь божественных волн. Армия нежити была отправлена в полет, и костлявая пасть дракона широко раскрылась, и там начало собираться пламя золотистого оттенка. Это было легендарное дыхание дракона. Райден поспешно развернулся и начал убегать, ничего не сказав. Маркиз Райден, голос графа Гиберта донесся до него сзади, но существовал он недолго. Белый костяной дракон к тому времени изрыгнул свое пламя. Золотистые языки пламени пронеслись по земле и быстро распространились по окрестностям, испуская обжигающие глаза яркий свет. Армия нежити также развернулась и попыталась сбежать, и граф Гиберт, естественно, тоже, но пламя безжалостно поглотило их всех. Маркиз Райден, пожалуйста, спасите меня. Граф Гиберт протянул руку, его рука вытянулась, как хлыст, и собиралась схватить маркиза Райдена за плечо, но тот без колебаний взмахнул мечом и отрубил руку своему собрату. Золотое пламя набросилось на графа Гиберта и в мгновение ока превратило его в груду пепла, но пламя продолжило наступать и вскоре полностью поглотило окружающую местность. Удушливые облака пыли и слепящий свет застелили все вокруг, и когда дождь вдруг начала обрушиваться на землю, костяной дракон вылетел из дыма с широко раскрытой пастью, желая поглотить маркиза Райдена. Бум! Он едва успел увернуться от пасти дракона. Череп дракона с острыми выступающими костями и клыками пронесся мимо его тела. Райден быстро зарядил демоническую энергию в свой меч и взмахнул им, сумев лишь слегка отклонить огромный череп костяного дракона. Черт возьми, костяной дракон снова взлетел. Вокруг него внезапно материализовались рунические буквы золотистого цвета. Сразу после этого началась бомбардировка, глыбы льда и огненные шары начали сыпаться отовсюду без разбора. Магические бомбы обрушились на ломанию, полностью уничтожая и стирая бродячую нежить на улицах. Райден поспешно ударил мечом по земле и мощно взревел. Тени, созданные из демонической энергии, растянулись и быстро окутали его, создав барьер. Однако на теневом барьере начали появляться трещины, поскольку он начал блокировать бомбардировку. Костяной дракон быстро спустился с воздуха и ударил передними когтями по этому барьеру. Бах! Треск! Барьер полностью разрушился, и Райден поднял свой меч, чтобы заблокировать приближающиеся когти. Земля, на которой он стоял, прогнулась и осыпалась под тяжестью веса. Он приложил столько физической силы, что на его горле, лбу, руках и ногах начали вздуваться вены, но даже тогда передняя конечность дракона все еще постепенно продавливала его. Что это за ублюдок? Божественность сочилась из передней конечности костяного дракона. Легкие Райди намедленно горели каждый раз, когда он пытался сделать вдох. Глаза костяного дракона изогнулись в форме полумесяца, явно изображая улыбку. Он насмехался над тем, насколько смехотворно жалким было сопротивление вампира. Дракон внезапно поднялся, после чего снова обрушил все свое тело вниз мощными взмахами крыльев. Его значительный вес был полностью передан Райдену. Уук! Тело маркиза начало разрушаться. Кости в его ногах разломились и прорвали кожу, и даже его позвоночник начал превращаться в порошок. Его руки, держащие меч, также начали ломаться. Если так будет продолжаться и дальше, Райден наверняка умрет. Ты думаешь, я здесь умру? Он решил стать вампиром, чтобы продолжить жить. Ему потребовалось задействовать все свое существо, чтобы убить дракона и заслужить благородный титул истребителя драконов, и все же. Тем не менее, единственными вещами, что были подарены ему в конце всей его борьбы, было сломанным телом и кучкой дворян, что искали его ради своих целей, несмотря на то, что его естественная кончина подкрадывалась все ближе. Даже взгляды членов королевской семьи стали холодными. Единственный и неповторимый истребитель драконов. Некоторые даже начали высмеивать его титул, задаваясь вопросом, было ли оно настоящим или нет. Хорошо, хорошо, я докажу это всем вам, Райден втянул в себя воздух. Я покажу вам, что я действительно настоящий убийца драконов. Он всем им покажет. Он покажет свою истинную силу королевской семье и знать и ломе, которые теперь были не более чем домашним скотом. Пробуди свою демоническую энергию. Его меч быстро наполнился демонической энергией. И сосредоточься на всем своем существе. Он сконцентрировал демоническую энергию во всем своем теле. Наконец, сражайся так, словно все стоит на кону. Даже если мне придется пожертвовать своей душой, я должен. Все его тело распухло. Он был вампиром-прародителем и, следовательно, давно вышел за пределы человеческого тела. Демоническая энергия окутала его. Толстая чешуя начала покрывать его спину. Когти на его руках, сжимавших меч, удлинились. Его челюсть открылась, и чешуя покрыла остальную часть его лица, придав ему чудовищно странный вид. Он стиснул зубы и изо всех сил начал сопротивляться, после чего, наконец, оттолкнул когти дракона. Я убью этого дракона. Этим поступком он докажет ценность своего существования. Взгляд Райдена поднялся к голове дракона. Он вскочил и полетел к своей цели. Когда он подлетел достаточно близко, он быстро взмахнул мечом и нанес удар в область скулы дракона. По черепу дракона пробежала трещина. Куа-а-а-а. Костяной дракон широко раскрыл пасть и попытался вцепиться в маркиза Райдена в воздухе. Лязг. Его клинок не дал клыкам сомкнуться. Он наступил на промежутки между зубами существа и продолжил отталкиваться мечом от острых клыков. Тем временем сердце костяного дракона мощно заколотилось. Божественность вскипела, и языки золотого пламени поднялись по костлявой глотке дракона, после чего собрались в его пасти. Дыхание дракона мгновенно окутал Райдена. Ува-а-а-а-ахака. И его тело, и душа, начали сгорать дотла. Его чудовищного вида тела буквально начало таять, хруст. И, наконец, дракон закрыл свою пасть, поймав Райдена в ловушку и раздавив его. Его рука и нога были мгновенно отрублены острыми клыками дракона. Я, без сомнения, погибну. Однако, однако он, по крайней мере, уничтожит этого дракона до того, как это произойдет. Райден использовал оставшуюся руку и ногу и начал ползти глубже в пасть дракона. Полагаясь на особую черту вампира, он мог игнорировать гравитацию. Он передвигался, хватаясь за позвоночник дракона, и летел туда, где находилось сердце нежити. Если я уничтожу эту штуку, эта штука, бьющаяся сердце дракона, если ему удастся атаковать и взорвать сердце, которое содержало огромное количество божественности и поддерживало тело дракона, я смогу доказать всем, что я действительно убийца драконов. Райден широко раскрыл рот. Без руки и ноги он мог сделать только одно, вонзить в сердце дракона свои собственные зубы, которые были достаточно сильны, чтобы раздавить металл. С этим, он сможет доказать, что он, я убийца драконов. Именно в этот момент взгляд Райдена переместился в сторону, точнее, на мальчика в черепе горного козла, сидящего на троне и спокойно наблюдающего за разворачивающейся ситуацией. Райден увидел, как мальчик выдохнул в мушкетную винтовку, а потом он также увидел, как шевельнулись губы мальчика. Спасибо за шоу, мистер истребитель драконов. В конце концов, твоя легенда была реальной. Как будто эти слова прозвучали прямо у него в голове, он мгновенно понял, что сказал мальчик. Однако, мальчик прицелился из мушкета, и его глаза явно улыбались. Я не могу позволить себе потерять этого дракона, которого я приобрел, пройдя через столько дерьма, понимаешь? Затем он нажал на спусковой крючок глава 208. Истребитель драконов божественность закружилась перед дулом, и из оружия вырвался пронзительный луч света. Святая пуля влетела между ребер костяного дракона и точно попала в голову Райдена. Хруст. Половина головы маркиза вампира разлетелась на части, и его искалеченное тело безвольно упало на дно грудной клетки, так и не сумев уничтожить сердце костяного дракона, которое было прямо перед ним. Тело Райдена пролетело между реберными костями и рухнуло прямо на землю. Это ты, как ты смеешь вмешиваться в священную дуэль. Райден повернул наполовину оставшуюся голову в сторону, и было видно, что ярость овладела им. Мальчик, седьмой принц теократической империи, неторопливо подошел к нему с широкой ухмылкой на лице. Вонючий маленький вампир говорит что-то о священной дуэли. Он присел на корточке рядом с изуродованным телом Райдена и насмешливо ухмыльнулся вампиру. Кроме того, Райден бегемот, ты в кое-чем ошибаешься. Дуэль? Конечно, в этом ты прав. Это действительно был поединок один на один между тобой и мной. Однако вот в чем дело. Принц щелкнул пальцем, и костяной дракон высоко поднял переднюю конечность. Этот дракон один из моих существ, что делает его частью моей силы. А это говорит о том. Принц наклонился ближе и прошептал в оставшееся ухо Райдена, что я, некромант. Райдену каким-то образом удалось сдвинуть все еще дрожащий глаз. Его противником должен был быть священник теократической империи. Тем не менее, он также был некромантом, который шел против логики этого мира. Существо, чье присутствие в этом мире само по себе являлось противоречием. Существо, которое поклонялось Игея и богу смерти Юдаю одновременно. Для всех вампиров этот мальчик был олицетворением страха. Райден резко заорал. Ты ублюдок. Может ли быть так, что ты и бог смерти? Принц встал. Райден, спасибо за воссоздание того, как возникла твоя легенда. Однако, принц бросил холодный взгляд на Райдена, лежащего на земле, после чего в следующее мгновение на его лице появилась кривая усмешка. Все кончено. Передняя конечность дракона безжалостно наступила на Маркиза. Маркиз Керума выблевал полный рот крови. Ух, черт возьми, сколько раз я умер до сих пор. Все становятся действительно слишком опасным. Его сознание становилось все слабее, а его любимый наряд к этому моменту превратился в клочья рваных тряпок, и он даже не мог больше починить его, используя демоническую энергию. Он поспешно повернул голову и отвернулся от леса. Он почувствовал божественность, исходящую из столицы королевства Ломи. Глаза Маркиза Керума при этом зрелище распахнулись гораздо шире. А боже, это не может быть? Неужели они провалили свою миссию? Выражение лица Маркиза мгновенно исказилось. Им пришлось так усердно потрудиться, и им даже удалось привлечь убийцу драконов на свою сторону, но все же кто бы мог подумать, что все закончатся неудачей. В чем причина? Может быть виноват седьмой принц? Глаза Маркиза Керума дрогнули. Этого нельзя было допустить. Святой император Кельт Эльфалс умирал от старости. Самый страшный монстр и символ теократической империи вот-вот должен был умереть, поэтому появление еще одного могущественного монстра вообще нельзя было рассматривать как приятную новость. Это буквально было бедствием для вампиров. Теперь, когда все дошло до этой стадии, в таком случае он должен попытаться, по крайней мере, заполучить наследного принца. Маркиз Керум снова повернул голову к лесу. Он увидел, как Уайт Эльфалс подошел к вампиру с широко открытыми от гнева и налитыми кровью глазами. Убить его невозможно. В таком случае, он мог бы завоевать его расположение. Керум быстро скрыл свое истинное выражение лица. Теперь он напоминал озорного клоуна, после чего игриво хихикнул. Вау, ты такой страшный, дорогой наследный принц Уайт Эльфалс. Позволь мне сказать тебе, что драться нехорошо, понимаешь? Я могу помочь тебе, так почему бы нам не провести цивилизованные разговоры? Маркиз Керум протянул руку для рукопожатия. Но именно в этот момент Меч Света пронзил его протянутую руку. Он неприятно вздрогнул от удивления и поспешно отдернул свою конечность. Но в то же время Уайт материализовал еще один Меч Света и крепко сжал его, после чего вонзил прямо в солнечное сплетение вампира. Кашель. Маркиз Керум выблевал еще немного крови. Его дрожащая рука потянулась вверх и схватила руку Уайта, в которой он держал меч. Наследный принц Империи угрожающе зарычал. Успокойся и поприветствуй свою кончину, вампир. Я подарю тебе всю боль, которую испытали бы твои товарищи, если бы они были здесь. Ха-ха-ха. В таком случае единственное, что ждало Маркиза Керума, это смерть. Вот почему ему нужно было мило поболтать с Эльфолсом. Борясь за то, чтобы его сознание не угасло, Маркиз Керум заключил Уайта в объятия и тихо прошептал. Уайт, действительно ли причина, из-за которой ты преследуешь нас, заключается в месте? Что? Маркиз Керум сосредоточил демоническую энергию в своем рту и активировал демоническую речь, которая утонула прямо в ушах Уайта. Когда ты снова встретил Руппеля после стольких лет, что ты почувствовал? Уайт взглянул на Маркиза Керума. Эмоция, которую ты испытал, была ли она яростью, или это было? Уголки губ Керума приподнялись, что-то вроде тоски. Выражение лица Уайта застыло. Он вытащил меч света и снова ударил вампира в живот. Маркиз Керум выплюнул еще немного крови. В таком случае позволь мне изменить вопрос. Вампир отдал все силы, чтобы повторно заключить Уайта в еще одно объятие, и продолжил шептать ему на ухо, несмотря на опасность. Что ты почувствовал, когда увидел Райдена? Меч снова был вытащен и снова пронзил вампира. Маркиз Керум закричал от боли, но каким-то образом сумел вытерпеть это и продолжил. Морщинистый старик лет 80 вернул себе молодость, как ты, должно быть, сам видел. Абсолютное бессмертие, когда ты не сможешь умереть от старости. Разве ты этого не хочешь? Не смеши меня, проклятый. Это и есть истинное спасение. Брови Уайта взлетели вверх. Вечная жизнь, такая, которая даже полумертвых вернет к жизни. Это мы, вампиры. Мы, сама смерть. Мы даже можем стать богами. Существом, которому будут поклоняться люди. Вот почему. Маркиз Керум обнял Уайта за плечи и посмотрел ему в глаза с восторженной улыбкой на лице. Ты должен присоединиться к нам. Если ты это сделаешь, ты получишь дар вечной жи. Уайта хмыльнулся, после чего мощно взмахнул мечом света без малейшего колебания и отрубил голову Маркизу Керуму. Голова вампира отскочила в сторону, и Уайт наступил на нее ногой. Знаешь, я с тобой согласен. Смерть это действительно спасение. Вот почему. Уайта укрепил мышцы ног. Просто умри уже. Голова разлетелась на кровавые куски. Ха-ха-ха. Уайта повернул голову и заметил Маркиза Керума, висящего вверх ногами на ветке дерева на некотором расстоянии. Это слишком рискованно. Если я снова умру, я больше не смогу прийти в себя, подумал вампир, чувствуя, как холодный пот стекал по его телу. Если все пойдет так и дальше, то я буду уничтожен. Маркизу Керуму пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть свои сокровенные мысли. Он умело управлял своим выражением лица, чтобы Уайт не понял, что он был напуган. С выражением, вполне подобающим клоуну, он приложил руку к груди и низко поклонился. Давай закончим нашу маленькую игру. Наша миссия явно провалилась, и кажется, что уговорить тебя присоединиться к нам будет немного трудно. Однако до сих пор я тебе не лгал. Маркиз Керум взглянул на Уайта, после чего продолжил. Дарина Роуз должна быть в столице прямо сейчас. Уайт слегка вздрогнул от удивления, после чего нахмурил брови. Маркиз хихикнул, как будто находил эту реакцию довольно забавной. Как только ты встретишь с Роуз и поболтаешь с ней, ты поймешь три вещи. Керум поднял три пальца. Во-первых, уродство людей. Он сложил указательный палец. Во-вторых, слабость людей. Затем он сложил свой безымянный палец. И в-третьих, ты будешь тем, кто примет это как должное. Наконец он оставил только средний палец. Однако его возня в итоге привела к еще одному пронзению мечом света. Но Маркиз сразу же после этого превратился в бесчисленное множество летучих мышей и улетел в ночное небо. В то же время его голос эхом разнесся по всему лесу. Я надеюсь, что ты не забудешь, что я сказал тебе сегодня. Мы – богоподобные существа, мы – сама концепция спасения. Уайт смотрел за тем, как Маркиз Керум исчез, после чего издал протяжный стон. Похоже, мне еще предстоит пройти долгий путь. Подумать только, он погрузился в свои эмоции и позволил вампиру ускользнуть. Тем не менее, они, должно быть, довольно серьезно пострадали от этого инцидента. Многие знатные вампиры были убиты, и им также не удалось собрать армию. Уайт верил, что они будут вести себя хорошо в обозримом будущем. А это значит, что сейчас моего внимания требует только дело Роуз. Крепко сжимая меч света, он перевел взгляд на ломанию вдалеке. Он стиснул зубы, когда гнев закипел в его сердце. Дарина Роуз – женщина, которую он когда-то любил, но теперь она была кем-то, кого он по-настоящему ненавидел. Оставалось только одно – казнить ее своими собственными руками. Глава 209 – конец и начало. Наследный принц империи Уайт Эльфалс направился к своему следующему пункту назначения, держа в руках меч света. Зомби все еще кишели на улицах столицы, но вскоре они были пронзены мечами света и полностью стерты из этого мира. Я убью ее. Наследный принц империи стиснул зубы. Жена, которая была так дорога его сердцу, женщина, о которой он глубоко заботился. Но теперь злодейка, что ради собственной выгоды без колебаний осквернила императорский дворец и даже превратила собственного сына в нежить, чтобы использовать его в своих целях. Дарина Роуз – Уайт просто не мог ее простить. Отец, наследный принц империи повернул голову. Он увидел, что его первый сын Луан в настоящее время возглавлял небесную армию, а также солдат королевства Ломи, и они очищали улицы столицы. Уайт, почувствовав глубокое облегчение, увидев своего сына невредимым, подошел к нему и задал вопрос. Я слышал, что Роуз находится в королевском дворце. Это правда? Луан горько улыбнулся и кивнул. Да. В настоящее время Аллен защищает ее. Выражение лица Уайта мгновенно сморщилось. То, что сказал ему тот вампир-клоун, оказалось правдой. Луан увидел выражение лица своего отца и на короткое время закрыл рот, после чего сказал. Служанка по имени Шарин сопровождала вторую кранпринцессу. Отец, мы все еще расследуем это дело, но, в общем, она служила Руппелю и, слушая слова Луана, выражение лица Уайта постепенно становилось все более ошеломленным. Он оставался в таком положении некоторое время, после чего повернулся и начал идти. Вскоре он перешел на быстрый бег. Потирая виски, он начал скрежетать зубами. Роуз, что ты сделала? В конце концов он прибыл в королевский дворец. Паладины перед королевским залом для аудиенции пытались помешать ему войти, но Уайта просто проигнорировал их попытки и распахнул дверь. И вот тогда он увидел это. Сцену, в которой Роуз стояла на коленях, а Аллен сидел на троне короля Ломи, а рядом с ним стояла Шарлотта и служанка, о которой ранее шла речь Шарин. Взгляд Уайта остановился на горничной, а точнее на ее раздутом животе. После этого его взгляд снова переместился. Роуз повернула голову и уставилась на Уайта, и выражение восторга быстро заполнило ее лицо. Она широко раскинула обе руки и закричала. Ах, ааа, мой дорогой наследный принц. Наконец-то ты здесь, я так хотела тебя увидеть. Она поднялась на ноги. Кандалы сковывали ее руки и ноги, но она все же сумела встать и вытянуть руки. Уайт бросился вперед. Он замахнулся мечом света прямо на ее горло. Шарлотта. Крикнул Аллин в тот же самый момент, и Шарлотта мгновенно появилась прямо перед Роуз. Она обнажила свой божественный меч и отразила атаку Уайта. Однако его левая рука быстро вытянулась и схватила Роуз за тонкую шею. В то же время божественный меч Шарлотты уперся в горло Уайта. Уайт Эльфолс, я требую, чтобы вы отпустили ее. Это приказ его высочества, сказала Шарлотта, холодно глядя на Уайта. Он перевел взгляд и посмотрел на Аллина. Принц теперь стоял на ногах перед троном, нахмурив брови. Что касается служанки по имени Шарин, то она сидела на корточках на полу, прикрывая голову рукой и дрожа от страха. Аллин, прикажи ей немедленно убрать свой меч. Сначала ты уберешь свою руку. Наследный принц империи. Услышав это, он почувствовал, как на его сердце похолодело. Он сказал, ты планируешь сохранить Роуз в живых? Я всего лишь хочу пройти надлежащие процедуры и казнить ее в столице теократической империи. Вот и все. Разве ты не ненавидишь эту женщину? Да, я презираю ее так же сильно, как и ты. Глаза Уайта задрожали, когда он посмотрел на своего сына. Аллин, как ты можешь оставаться таким спокойным даже сейчас? Вот она, преступница, злодейка, ответственная за убийство твоей матери. Та, что наложила проклятие на твоего брата и даже пыталась убить тебя. Так как же ты? Именно в этот момент Роуз внезапно приоткрыла губы. Ты хочешь убить меня? Уайт снова посмотрел на Роуз. Вместо выражения ужаса на ее лице все еще было тоже восторженное выражение, что и раньше. Очень хорошо. Смерть от рук того, кого ты любишь, является прекрасным концом, не так ли? В конце концов, ты будешь помнить меня всю оставшуюся жизнь. Роуз протянула руку и нежно погладила руку Уайта, сжимавшую ее горло. Она даже покраснела. Выражение ее лица напоминало застенчивую влюбленную девушку, но в ее глазах отчетливо читались признаки безумия. Пожалуйста, используй эту теплую руку и сожми мое горло, и запомни это ощущение на как можно долгий срок. И каждый раз, когда ты будешь вспоминать этот момент, пожалуйста, вспоминая и меня тоже. Уайт мог только посмотреть на нее в полном оцепенении. Я больше ничего не желаю, я лишь хочу умереть от твоих рук. Любовь моя, эта женщина, она, даже если тебе будет больно, я желаю, чтобы ты никогда не забывал обо мне. Я всегда буду любить тебя, Уайт Эльфалс, мой дорогой наследный принц. Она была сумасшедшей. Я, Уайт пристально посмотрел на Роуз, не люблю тебя. Выражение лица Роуз застыло. Что? Когда-то я действительно любил тебя, но сейчас нет. Я забуду о тебе. Роуз было суждено умереть, и он был бы тем, кто положит конец этому безумию раз и навсегда. Выражение ее лица исказилось, а цвет лица стал свекольно-красным. Но это длилось лишь короткое мгновение, так как с ее губ сорвался смех. Это больше не имеет значения. Затем она указала на свою служанку Шарин. Ты никогда не сможешь забыть обо мне, пока продолжается моя родословная. Даже если это будешь ты, ты не сможешь остановить казнь третьего принца, но твой внук все равно будет жить. Глаза Уайта сильно затряслись. Роуз протянула обе руки и погладила Уайта по лицу. Ты всегда был заботливым, но нерешительным. И поэтому, пока в этом ребенке остается твоя и моя кровь, ты никогда не забудешь обо мне. Уайту ставился на лицо Роуз и вспомнил, что сказал Маркис Керум. Во-первых, уродство людей. Да, третий принц умрет. Меня тоже постигнет та же участь, что и его. Однако этот ребенок будет жить, и в будущем он станет великим и благородным святым императором. Если он будет жить и мне удастся выжить, то я сделаю все возможные, чтобы сделать его будущим святым императором. Вот почему. Вампир был прав. Люди были действительно уродливы. Вот она, истинная природа человечества, в полной мере проявленная прямо у него на глазах. Уайт открыл свой ранее закрытый рот. Ты хотя бы знаешь имя третьего принца? Роуз прекратила свою бессвязную болтовню в связи с его вопросом. Что ты имеешь в виду? Как зовут третьего принца? Ну это это. Роуз начала в замешательстве наклонять голову и уставилась на Уайта, приподняв брови. Был ли у меня еще один сын, кроме третьего принца? Уайт тихо закрыл глаза. А, ХМ, подожди. Второй при, третий принц. Имя. Имя. У него было имя. Мой ребенок. Она продолжала наклонять голову из стороны в сторону, а затем начала прикрывать голову дрожащими руками. Но это так странно. Почему второй и третий принцы? Руппель. Руппель. Кто такой Руппель? Во-вторых, слабость людей. Действительно, люди были слабыми. Слишком слабыми. Вся ее натура изменилась из-за потрясения, вызванной потерей сына. Она стала одержима своим мертвым ребенком, и эта одержимость в конце концов изменила ее. В процессе она полностью потеряла себя. Хрупкая и глупая женщина, Дарина Роуз, и мужчина, который не смог защитить или утешить ее. Уайт Эльфалс. Люди были. И в-третьих, ты будешь тем, кто примет это как должное. Слишком слабыми. Я опять планирую сбежать. Уайт стиснул зубы. Забыть ее? Нет, все должно быть как раз наоборот. Он не должен забывать ее. Он не должен забывать Роуз, Руппель и Юлисей. Все это началось с него, и поэтому он должен быть тем, кто положит всему конец. И, что не менее важно, он должен помнить их всех до конца своих дней. Вот почему. Уайт направил меч в сердце Роуз. Роуз, он покончит со всем своими собственными руками. Пожалуйста, остановись. Алленс хватил Уайта за руку. Не делай этого, если тебе так больно. Он взглянул на лицо Уайта, на нынешнее выражение его лица. К этому времени его маска полностью разрушилась. Слезы текли по его лицу, пока он тихо всхлипывал. Роуз тоже это увидела, и ее безумие отступило, оставив лишь ошеломленное выражение лица. Роуз права. Это дело должно быть закончено моими руками. Это мой грех. Вот почему, вот почему, отец. Это последнее желание старшего брата Руппеля. Уайт снова перевел взгляд на Аллена. Его желание, он хотел в последний раз увидеть свою мать перед смертью. Разве потакать последнему желанию своего сына не прекрасно? Вся сила ушла из рук Уайта, когда он услышал, что сказал Аллен. Кроме того, тихо пробормотал Аллен, взглянув на служанку Шарин. Она все еще дрожала, обхватив голову руками. У старшего брата Руппеля нет ребенка. Фигура служанки внезапно, казалось, рассыпалась. Ее начало тошнить от того, что на самом деле находилось внутри ее раздутого живота. План, придуманный вампирами, был разрушен прямо в этот момент. План, который сделал из служанки беременную, будто бы в ее утробе все это время был нерожденный ребенок Руппеля. Вторая наследная принцесса была глупой женщиной, потерянной в своих собственных заблуждениях до самого конца. От первого лица Роуза проводили обратно в тюрьму империи. Что касается служанки Шарин, то она во всем призналась. Служа Роуз, она стала свидетельницей всех интриг, в которых участвовала вторая наследная принцесса. Шарин мечтала стать серым кардиналом. К несчастью для нее, однако, все слишком быстро вышло из-под контроля. Вторая наследная принцесса начала замышлять восстание и начала сотрудничать с Асланом, прежде чем она успела что-либо сделать. Теократическая империя продолжала свое неустанное преследование, которое вынудило Шарин прибегнуть к одному последнему способу. Я думала, что леди Роуз защитит меня, если я скажу, что ношу ребенка его высочество. Оказалось, что обмануть женщину с разбитым рассудком было легче простого. Поскольку Роуз почти все время была свидетельницей того, как Шарин пыталась соблазнить Руппеля, она, должно быть, предполагала, что они уже, так сказать, сделали свои дела. Вдобавок ко всему, эти две женщины сотрудничали с вампирами, и их магия была наложена на Шарин, что сделало ее обман еще более неразличимым. Это единственная ложь в конечном итоге обманула и Роуз, и даже второго принца королевства Ломе, Дериана Викторию. Даже я бы долго пребывал в шоке, если бы Руппель не сказал мне правду об этом деле, пока мы разговаривали в тюрьме. И вот сейчас я снова был в той же самой тюрьме и смотрел на Руппеля. «Ты боишься смерти?» – спросил я. «Честно говоря, да», – серьезно ответил Руппель, а его глаза были запавшими и отстраненными, хотя общее выражение его лица, казалось, говорило о том, что в глубине души он чувствовал облегчение. Завтра состоится день его казни. Его должны были обезглавить, однако я воспользовался своим авторитетом, так что Руппеля повесит. Так, по крайней мере, его телу будет нанесено меньше повреждений. Я встал, пристально глядя на лицо Руппеля. Шарлотта, стоявшая позади меня, поклонилась, после чего отступила назад и вскоре привела Роуз. Лицо Руппеля посуровило. Он заметно напрягся, безмолвно уставившись на свою мать. Глаза Роуз были безжизненными, неподвижными. Она, должно быть, уже начать понимать и осознавать все то, что она сделала, в дополнению к тому жестокому факту, что ее родословное больше не будет существовать в этом мире. Чтобы ты не хотел ей сказать «У меня нет никаких гарантий, что она сможет тебя услышать», я взглянул на Руппеля. Но все же, побудь с ней сегодня вечером. Это мой последний ягд доброй воли. С этими словами я начал уходить из тюрьмы. Я мог слышать Руппеля на расстоянии. Он всхлипывал. Я надеялся, что он сможет сказать ей все то, чего не мог сказать ей долгое время. Однако одной ночи будет для них слишком мало. Как только эта ночь закончится и наступит завтрашнее утро, они больше не смогут встретиться друг с другом. Это будет их последней встречей в этой жизни. Глава 210. Конец и начало. На следующее утро. Роуз стояла перед гильотиной, установленной на площади Лавренсиса. Она ошеломленно посмотрела на небо. Яркие лучи солнца заставили ее прищуриться. Ее слух, казалось, не работал должным образом. Горожане, собравшиеся на площади, начали бросать в нее камни и сердито кричать на нее. Их голоса были полны негодования, однако Роуз их совсем не слышала. Голос, принадлежащий кому-то совершенно другому, продолжал звучать в ее ушах и сознании даже в этот самый момент. Ты помнишь, мама? В тот раз была сильная гроза. Ты обняла меня и утешила, чтобы я снова заснул. Ты знала, как хорошо я чувствовал себя тогда. Я до сих пор часто вспоминаю этот момент, когда мне становится слишком трудно. Кому чей это был голос, кому он принадлежал? Она не была уверена, но этот голос донесся до нее прошлой ночью. В тот год, когда мне исполнилось 10, я принес тебе дикий цветок, который сорвал с поля, мама. Но ты отругала меня, сказав, что я испачкал свою одежду. Ха-ха-ха. Мне тогда было так больно. Этот человек продолжал нежно разговаривать с ней и гладил ее по волосам. Честно говоря, я всегда обижался на тебя, мама. Чей это был голос? Однако я... А, точно. Этот голос он, фигуру Роуз Палач, столкнул на гильотину. У нее задрожали руки. Но кто-то протянул руку и схватил ее ладонь. Это был Уайт Эльфалс, и он крепко стиснул зубы. Он был здесь, чтобы стать свидетелем последних мгновений женщины, которую когда-то любил. Но я любил тебя, мама. Глаза Роуз открывались все шире и шире. В ее голове медленно возникла фигура ребенка. Это был маленький мальчик. Она заботилась о нем. Она кормила его, растила и даже многому научила. Младенец стал ребенком. Ребенок стал мальчиком. И вскоре этот мальчик стал молодым человеком. Лицо, ранее скрытое за самым темным туманом, который только можно было вообразить, начало понемногу проясняться. И наконец она смогла его увидеть, сына, которого она родила. Слезы медленно потекли из уголков ее глаз. Руб, пель, казнить. Лезвие упало вниз. Женщину, которая когда-то была второй кронпринцессой, поместили в обычный гроб. Она будет похоронена в безымянной могиле на горе где-то за дворцом, где она жила, а не в склепе императорской семьи. Следующей казнью, которая должна была состояться, было повешение. Руб, пеля вывели на палубу. Он посмотрел на гроб, в котором лежала его мать, и криво улыбнулся при виде горожан, что швыряли в него камни. Это было логично, учитывая, что он был ответственен за развязывание войны. Даже если Роуз приказала ему, он все равно предал свою собственную нацию. Пришло время заплатить за свое преступление. Палач обмотал веревку вокруг горла Рубпеля. Именно в этот момент им внезапно овладел страх. Он скоро умрет. Без сомнения, это было справедливое наказание за его преступление. Но все же, ахаха, вау, я настоящий лицемер, не так ли? Он хотел жить. Рубпель задрожал от страха. Его дыхание стало хриплым и тяжелым, когда он опустил взгляд в пол. Через короткое мгновение деревянный пол, что держал его тело, исчезнет из-под его ног, и его тело провалится в отверстие. Веревка затянется вокруг его шеи и сломает найденные там позвонки и кости, а он, в тщетных попытках выжить, постепенно умрет от удушья. Эта ужасающая картина ударила ему в голову, и его зубы внезапно начали стучать. Это твое наказание. Рубпель вздрогнул от неожиданности при звуке голоса и оглянулся. Аллен сидел на стуле, скрестив руки на груди над приподнятой платформой. За ним стояли его братья и сестры из императорской семьи, а также у Айтольфолс. «Ты пришел сюда, чтобы стать свидетелем моих последних мгновений?» Спросил Рубпель. Аллен не ответил. Рубпель глухо захохотал в ответ на этот ответ. «Ха, ха-ха-ха, ты довольно мерзкий человек, не так ли, Аллен?» Этот его чертов младший брат. Он был всего лишь извращенцем, но каким-то образом превратился в человека, которого приветствовали подданные империи. «Было бы здорово, если бы я был таким, как ты. Брат, тебе лучше отказаться от этого заявления. Ты в конечном итоге пройдешь через ад, если не сделаешь этого. Ха-ха-ха». Рубпель посмотрел на небо. Еще до того, как он это заметил, закат окрасил весь мир в янтарный цвет. Примерно в то же время была завершена подготовка к повешению. Сердце Рубпеля бешено заколотилось. Аллен. Когда Рубпель окликнул его, Аллен посмотрел на него. Он повернул голову к младшему брату и заставил себя улыбнуться. «Если другие миры и вправду существуют, я, палач, поднял свой топор и прицелился в веревку. Я хочу жить, как ты, казнить». Топор опустился и перерубил веревку. Все в глазах Рубпеля резко перевернулось. Хруст. Веревка затянулась у него на шее. Ха-ха-ха-ха. Его зрение затуманилось. Он не мог дышать. Давление на его шею усиливалось. И ему показалось, что вся кровь прилила к голове. Взгляд Рубпеля метнулся в сторону. Он смутно видел и слышал наполненные негодованием крики бесчисленных собравшихся подданных. Наказание за совершенное им преступление. Сейчас он расплачивался за него сполна. О, дорогая богиня. Дорогая милосердная гея. Может быть, если ты дашь мне шанс. Ха-ха-ха-ха. В моей следующей жизни, я прошу тебя. А-а. Пожалуйста, дай мне шанс прожить свою жизнь ради других. Глаза Рубпеля постепенно закрылись. Его тело обмякло. В этот день третий принц теократической империи. Умер. Ляск-ляск. Повозка с грудами сена медленно ехала по неровной поверхности сельской дороги. Ее кучер в соломенной шляпе взмахнул хлыстом, из-за чего лошадь недовольно заржала, и на мгновение карета слегка зависла в воздухе. Возмущение лошади побудило молодого человека, лежащего среди куч сена, открыть глаза. Его сознание было затуманенным, в то время как зрение было размытым и нечетким. Первое, что поприветствовало его, было теплым светом. Молодой человек протянул руку навстречу слепящим лучам солнца. Это рай? Нет. Это не рай и не ад. Молодой человек удивленно ахнул и поспешно приподнял верхнюю часть туловища. Затем он настойчиво потер шею. Ничего нет? Даже рана или шрама? Нет. Стоп. Я все еще жив? Но что насчет казни? Это был сон? Нет. Этого не может быть. Это определенно не было сном. Все эмоции и ощущения, они были настоящими. Молодой человек повернул голову и уставился на кучера, который только что обратился к нему. Похоже, ты наконец проснулся. Кучер, вице-капитан корпуса паладинов, Харман, снял соломиную шляпу и оглянулся. Молодой человек ошеломленно уставился на Хармана и пробормотал, что это за ин. Это был указ его высочества. Указ его высочества, что это вообще значит, ты уже однажды умер, а сейчас просто пришел в себя. Молодой человек, Руппель, открыл глаза намного шире. Его высочество сказал мне, что привести тебя в чувство было очень хлопотным делом. Он, вероятно, сейчас страдает от сильной мышечной боли, пока мы говорим. Отвисшая челюсть Руппеля сжалась. Харман снова взглянул на него. И еще он сказал, что ты должен начать жить своей собственной жизнью. Че что? Но, на севере есть небольшой монастырь. Хорошо известный принц раньше работал там сторожем, но сейчас на эту должность до сих пор не могут найти человека. Это идеальное место для предателя, который продал свою собственную страну, разве ты не согласен? Брови Руппеля взлетели высоко вверх. Харман ухмыльнулся и снова надел соломиную шляпу. Вот последнее сообщение, которое его высочество седьмой принц оставил для тебя. Ты хочешь жить, как я? Услышав эти слова, Руппель начал вспоминать седьмого принца. Хитрая, как у лисы, ухмыляющаяся рожа Аллина всплыла в его сознании. В таком случае, почему бы тебе не попробовать? Давай посмотрим, сможет ли хрупкий маленький цветок, выращенный в теплице, выжить во внешнем мире. Позаботься о гниющих трупах, похорони их. А когда придет время, постарайся раз в год останавливать волну смерти. Работай почти без какой-либо компенсации ради других. Это будет. Аллин погрозил пальцем. Твоим последним шансом искупить вину. Руппель медленно закрыл лицо руками. Харман. Это нормально, что я буду жить. Это твой выбор, который должен сделать ты сам. Это значит, все в порядке. Руппель начал всхлипывать. Я буду жить дальше. И не только это. Он крепко сжал кулаки. Я буду жить своей жизнью ради других. Харман слабо улыбнулся, услышав заявление Руппеля. Скоро наступит зима. Харман оглянулся на Руппеля. Тебе будет очень тяжело. Тебе нужно будет хорошо подготовиться. Святой император Кельт Эльфал слушал отчеты о том, что происходило в теократической империи. А также о событиях в королевстве Ломе, Кхекхе. Внезапно он разразился приступом кашля. Кардинал Рафаэль, стоявший рядом с ним, похлопал его по спине. Кельт махнул рукой, показывая, что с ним все было в порядке. Именно в этот момент дверь в императорский зал для аудиенции распахнулась. Кельт повернул голову и посмотрел на седьмого принца, О. Аллен. С возвращением, Кельт мягко улыбнулся внуку. В последнее время он получал много удовольствия, наблюдая за своим внуком. Ему больше нечего было просить, и он просто умер бы с миром, если бы увидел, как он смог собрать как можно больше достижений и укрепил свой статус. А также завоевал поддержку масс в процессе. И получил особый статус, титул святого императора. Вот почему, Кхм, кардинал Рафаэль прервал размышления Кельта. Святой император слегка нахмурился. Еще слишком рано, Ваше Величество. Какой скупой парень. Кельт бросил недовольный взгляд на Рафаэля. Но опять же, он был прав. Его внуку определенно не хватало этикета, подобающего члену императорской семьи, а также всевозможных других знаний об утонченности, необходимых для святого императора. Ему нужно было не только узнать о политике, но и узнать все темные секреты императорской семьи. Вот почему, ну, то, что он станет божественным королем, является хорошей новостью. Титул, которого раньше не существовало, статус, предназначенный для кандидата номер один на наследование трона святого императора, кого-то даже более высокого по рангу, чем наследный принц империи. Не должно возникнуть никаких проблем с предоставлением такого титула. Рафаэль слегка кивнул, показывая, что не возражал против этой идеи. Кельт тоже кивнул в ответ и оглянулся на Аллина. Принц открыл рот первым. Ваше Величество, я пришел поговорить с вами, так как у меня есть к вам просьба. Глаза кельта слегка заблестели в свете удивления от того, что сказал Аллин. Просьба? Чего ты хочешь? Можно мне немного отдохнуть? Пожалуйста, отпуск. Аллин молча кивнул. Кельт сцепил пальцы и оглядел принца. Не было бы странно увидеть, как седьмой принц падает от переутомления, учитывая все испытания и невзгоды, через которые он прошел. Он не только задержал вторую кранпринцессу Ируппеля, но и присутствовал при их казни. Должно быть, он был слишком потрясен этими событиями, и поэтому он, вероятно, хотел обеспечить отдых своей усталой души. Сколько тебе нужно времени? Я полагаю, что примерно трех месяцев должно быть достаточно. Ваше Величество. Три месяца. Это, конечно, было большим сроком, чем он того ожидал. Однако у него не было причин отказывать ему в предоставлении отпуска. Одного достижения уничтожения тех вампиров уже должно было быть достаточно для соответствующего вознаграждения. В конце концов, исход той битвы мог серьезно повлиять на империю. Очень хорошо. Но почему три месяца? Видите ли, я подумываю о том, чтобы отправиться в путешествие. Путешествие? Аллен кивнул и подозрительно улыбнулся. Я бы хотел отправиться в королевство магии Айранс. Там его ждал драгоценный предмет ордена Альфалса, первого святого императора. Там меня ждет сокровище. Он собирался пойти туда и забрать его глава 211. Первый шаг искателя приключений в лесу демонических зверей, расположенном где-то в королевстве Айранс. Одинокая карета быстро мчалась по весьма побитой временем дороге. Старик, управлявший каретой и сжимавший в руках трость, заглянул внутрь. Внутри кареты находилась стальная клетка, заполненная связанными молодыми мужчинами и женщинами, стариками и даже детьми. Их глаза и рты были прикрыты. Этот старик, некромант, широко улыбнулся, глядя на своих жертв. Эти люди были похищены из соседней деревни и послужат ему материалом в его предстоящем эксперименте. В конце концов, карета остановилась посреди леса, кишащего демоническими зверями. Старый некромант махнул рукой, что побудило других некромантов выйти из темноты леса. Спустя мгновение они направили карету глубже в лес и вскоре въехали в пещеру, расположенную где-то в его глубине. В стальных клетках внутри пещеры были заперты всевозможные монстры, орки, агры, минотавры. Свирепые монстры визжали и ревели, а их глаза были явно налиты кровью. Некроманты проигнорировали монстров и заключили похищенных жителей деревни в другие стальные клетки. Пришло время провести церемонию. Некроманты начали собираться в часовне, расположенной где-то в глубине пещеры. В ней был установлен алтарь, и вокруг него было разбросано множество окровавленных жертвоприношений. Центр алтаря был заполнен множеством рунических букв, что были написаны кровью. Некроманты опустились на колени перед портретом, освещенным тусклым светом свечей, и начали возносить молитвы. О, великий и благородный наследник Юдая, бога смерти. Фигура, нарисованная на портрете. У него была голова горного козла, на нем был плащ, который, казалось, был сделан из шерсти, а в правой руке он сжимал длинный посох, в то время как в левой держал гримуар. Он был королем смерти, который когда-то давным-давно покрыл весь континент смертью и разрушением. Он был виновником разрушения половины теократической империи. Мы молимся, чтобы слава нашего благородного господа Омона была вечной. Был королем некромантов Омоном. И эти некроманты были членами культа, который поклонялся Омону. Они с грохотом опустили свои посохи. Рунические буквы, написанные кровью, начали испускать багровое свечение. Души, вырванные из людей, начали собираться в одну большую массу, и пространство, которое занимало масса, начало заметно искажаться. Пространство расширилось, из него раздались крики. Костяные руки начали вытягиваться из искаженного пространства. Они ухватились за края открытого пространства, изо всех сил пытаясь пройти через него. Глаза некромантов ярко заблестели. Они смотрели на чарующий мир за отверстием, который был связан с самой концепцией смерти. Пространство между измерениями открывалось. То есть пространство, которое существовало между этим миром и миром мертвых. Бесчисленные души, запертые в чистилище, пытались вырваться наружу. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Искажение в пространстве было размером в три метра в диаметре. Но эти души, которые не переставали визжать, тянулись к искажению, желая выбраться из своего ада. Но это длилось недолго. Темные тени появились из ниоткуда и начали тащить все эти души обратно. Бог смерти отвечал за поддержание своего собственного измерения и явно не желал отпускать эти души на свободу. Защита баланса измерений, вот за что отвечали боги. Искажение погасло и исчезло без следа. Некроманты, ставшие свидетелями этой сцены, могли только молчать с широко открытыми глазами. В конце концов, черт возьми, какой-то некромант сердито ударил кулаком по земле, на которой они стояли на коленях. Еще одна неудача, нам нужно еще жертв. Рабов и похищенных людей из сельских деревень просто недостаточно для нашей цели. Даже если мы используем монстров, нам все равно этого не хватит. Затем некроманты покачали головами. Однако это не значит, что у нас нет других методов, верно? Они уставились друг другу в лица. Стена между измерениями постепенно ослабевает. Но это происходит только потому, что к настоящему времени нам удалось разбить ее множество раз. Вытащить души с другой стороны не окажется таким уж трудным делом спустя пару успешных искажений пространства. Если мы будем вытаскивать мертвых без их физических тел, мы вполне сможем это сделать. Задача, которой они посвятили всех себя на протяжении последних 50 лет, заключалась в призыве смерти в этот мир. Это и было миссией короля некромантов, которую он в конечном итоге не смог осуществить. Тогда мы нацелимся на водчину Илюши. Мы добьемся успеха, если принесем в жертву всех жителей этой водчины. Илюша, город магии, который мог похвастаться огромным населением, и этот город уступал только столице королевства Айранс. В этом месте также проживало бесчисленное множество магов, а это означало, что энергия, которую искали некроманты, была там в изобилии. Мы должны откроем туда врата телепортации. Эти некроманты были частью культа под названием Немезида. Еретики, унаследовавшие идеалы и верования короля некромантов Амона, алхимик Ханс в настоящее время пытался собрать дрова в лесу демонических зверей. Эх, почему я так надрываюсь у черта на куличках? Седьмой принц внезапно сказал, что хочет отправиться в путешествие. Его целью было королевство магии Айранс. Ханс, безусловно, разделял любопытство и пытливый дух принца, но даже с учетом этого у него изначально не было никаких планов по сопровождению Аллина в его путешествии. Куда бы ни направлялся седьмой принц, инциденты и несчастные случаи будут окружать его. А это означало, что даже дурак мог догадаться, что и на этот раз, несомненно, произойдет что-то плохое. Вот почему он хотел остаться в безопасном месте, но, я подумываю отправиться к гробнице Ордена Альфалса, самого первого святого императора. Там спрятано чертова тонна сокровищ, ну так что, ты в деле? Что ж, в конце концов он не смог сказать нет. Речь шла о самом первом святом императоре. Орден Альфалс был самым первым святым императором, первопроходцем, которому, по-видимому, удалось объединить различные учения геи под одним крылом огромное количество лет назад. Он был личностью, которая сотворила бесчисленные чудеса и собрала огромное множество верующих, чтобы создать нацию набожных верующих, драгоценных предметов, которыми когда-то владел такой человек. Было более чем достаточно, чтобы в Хансе пробудился дух приключений. Просто увидеть его вблизи было бы неописуемой честью само по себе. Разве не было бы замечательно, если бы он смог к нему прикоснуться? Должно быть, я сошел с ума. Неужели я уже забыл о том, что произошло в древней гробнице Аслана? Сколько раз он тогда едва не попал в руки смерти. Тогда они столкнулись с гигантским големом, сразились с ордой мумии, в конце концов, даже столкнулись с драконом. Это звучало как сказка о захватывающем приключении, но для него это было больше похоже на кошмарное приключение, полное опасных для жизни моментов. Тем не менее, это также было одно из самых захватывающих, приносящих удовлетворение вещей, которые он когда-либо переживал в своей жизни. В конце концов, он никогда раньше не был в подобном приключении. Очень хорошо. На этот раз я не буду реагировать слишком остро, как дурак. Если он не потеряет рассудок от волнения, все будет в порядке. Действительно, все будет в полном порядке до тех пор, пока он будет послушно следовать за принцем. Вот почему он. Стук. Это случилось прямо тогда. Земля слегка задрожала. Ханс замер и медленно поднял голову. Ку-а-а-а. С неуклюжим телом, которое, однако, было по меньшей мере четырех метров в высоту. Коричневатый мех покрывал его мускулистое тело. Существо, обладающее головой быка с парой длинных рогов и характерными бычьими копытами. Ханс уронил собранные дрова. М-м-м-минотавр. Почему эта штука появилась здесь? Он даже ничего не сделал и просто занимался обычными делами. М-м-м-минотавр взревел, после чего опустил свою массивную голову. Он вонзил ноги в землю, после чего рванул вперед. Ханс поспешно развернулся и начал убегать. Я, черт возьми, знал это. Я не должен был ка-а-а-р-ка-ать. Внучка кардинала, Алиса Астория, в настоящее время чувствовала странное напряжение. Поблизости были спальные мешки и одинокий горящий костер. Но она смотрела на мальчика, которого можно было назвать причиной ее прошлой травмы, так и нынешним благодетелем, который сейчас подкинул дров в костер и поставил на него горшок. Выражение ее лица оставалось напряженным, пока она наблюдала за тем, что седьмой принц был занят работой. Неизвестно, откуда он их взял, но он откуда-то достал несколько овощей и начал резать их на мелкие кусочки. Поскольку она была фрейлиной, Алиса вызвалась сделать это, но принц настоял, чтобы он сделал это вместо нее и убедил ее не вмешиваться. Когда он научился готовить, честно говоря, его кулинарные навыки были весьма похвальными. Кроме того, то, как он готовил, тоже было немного другим. Алиса продолжала наблюдать за ним с некоторой интригой, после чего, наконец, открыла рот. Ваше Высочество, что случилось с Леди Рыцарем, которая все время сопровождала вас? Она хотела разрядить неловкую атмосферу, и именно поэтому она спросила об этом, но даже для этого ей все еще потребовалась довольно большая доза мужества, чтобы сделать это. В отличие от глубоко напряженной Алисы, принц был довольно расслабленным. О, она, она тоже взяла себе отпуск, видишь ли, ее приемный отец живет на северной границе. Улыбнувшись, он бросил мелко нарезанные овощи в горшок. Скоро наступит зима, так что людям нужно подготовиться к холодам. Один мой знакомый тоже живет там, в монастыре, поэтому я подумал, что будет лучше, если она проведает его. Казалось, что он что-то вспомнил, потому что на мгновение его улыбка приобрела едва уловимый оттенок горечи. Глава 212. Первый шаг искателя приключений Алиса нашла эту версию седьмого принца поистине загадочной. Человек, ранее признанный благородным, так сильно изменился. Тот, кто совершал случайные акты насилия ради забавы и даже нападал на женщин, каким-то образом заручился поддержкой подданных империи. Ее дед, кардинал Рафаэль, сказал ей, что теперь мальчик обладал правом наследовать трон. В качестве доказательства теократическая империя готовилась даровать мальчику должность святого короля, которая была на одну ступень ниже святого императора. Сам принц об этом понятия не имел, но его ждал огромный сюрприз, когда он позже вернется в императорский дворец. Это будет неожиданный подарок от самого святого императора. Алисе вдруг стало любопытно, какое лицо принц покажет после того, как ему будет дарован титул святого короля. Без сомнения, он этого заслуживает. Седьмой принц обладал достаточной квалификацией, чтобы стать будущим святым императором, судя только по его предыдущим достижениям. Святой император Кельт, скорее всего, чувствовал облегчение и уже был готов отречься от трона без каких-либо сожалений. Не только это, брови Алисы сами по себе слегка нахмурились, он знал обо мне. Существо, которое обладало частицей бога, а также было способно сражаться с вампирами. Святая, то, что она была одной из них, было тайной, которую никто в империи не знал. Она прекрасно понимала, что вампиры будут атаковать ее и попытаются устранить ее сразу же после того, как узнают о ее статусе. Так вот что происходит, когда святая по уши влюбляется в рукопашный бой. Вот что пробормотал его высочество, когда ей удалось блокировать атаку Касима Дериана, того, кто когда-то претендовал на титул короля мечей. Другими словами, седьмой принц знал, что она – святая. Это означает, она начала подозревать, что его высочество тоже был святым. В конце концов, только святой мог чувствовать другого святого или святую и умел находить вампиров среди обычных людей. Возможно ли, чтобы его высочество также был благословлен фрагментом бога? Возможность этого была велика, если принять во внимание его ненормальную скорость роста, его странные магические способности, которые нарушали здравый смысл, а также различные другие моменты, инциденты и события, которые продолжают происходить вокруг него. Многие события происходили с участием седьмого принца, и во многих из них он был их центром. Словно он двигался под руководством бога и действовал в качестве его доверенного лица и выносил приговор тем, кто пошел против воли богов. На самом деле святой и святая были вершителями баланса, которые должны были уничтожить всех существ, что нарушали баланс мира. Если седьмой принц действительно был святым, то он просто выполнял свою роль так, как это и было задумано. Алиса некоторое время витала в облаках, но затем ее плечи внезапно опустились ниже. Кстати, рукопашный бой – это просто мое хобби и способ защитить себя. Она вдруг забеспокоилась, что принц теперь будет воспринимать ее как вспыльчивую девушку, и почувствовала себя несколько опечаленной из-за этого. Теперь у меня есть новая личность, так что пришло время насладиться моей новой жизнью, сказал Аллен. При этих словах Алиса показала немного неловкое лицо. По какой-то причине он, казалось, был в хорошем настроении с тех пор, как покинул границы теократической империи. Вероятно, потому, что сейчас он был в отпуске. Я всегда хотел путешествовать по миру, понимаешь, бродить по этому широко открытому миру, а не быть прикованным к душному императорскому дворцу и все время беспокоиться об этих адских вампирах. Я хотел узнать, что происходит в этом мире, и насладиться тем, что он может предложить, понимаешь, что я имею в виду. Проще говоря, он хотел отправиться на общемировую экскурсию. По правде говоря, Алиса тоже всем сердцем была согласна с ним. Она тоже хотела отправиться за пределы императорского дворца, и когда она услышала историю о первом святом императоре, в ней возникло сильное желание отправиться в приключение. Седьмой принц тщательно и напряженно готовился к этому путешествию. Он лично приобрел всевозможные предметы и снаряжения, что обычно брали с собой путешественники для длительных походов, изучил и запомнил разные карты и даже подготовил новую личность, чтобы скрыть тот факт, что он был принцем теократической империи. Есть профессия авантюрист. Судя по всему, они исследуют подземелья и убивают монстров. По сравнению с борьбой с вампирами, что ж, они, наверное, борются с кем-то на уровне гоблинов и слезняков или что-то в этом роде. Так что я подумываю о регистрации в качестве авантюриста. Если я это сделаю, то, он был похож на невинного маленького ребенка, по-настоящему увлеченного перспективами предстоящих приключений. Алиса не могла не улыбнуться в ответ на это. Но потом, бе-е-е-ега-гаге и тэ-тэ-тэ-тэ-е-е-е, прочь, фигура Ханса выскочила из кустов позади Алисы. Она вздрогнула от удивления и быстро оглянулась в то время, как принц достал мушкет, несмотря на удивленное выражение лица. Бах! Минотавр взревел, а его бычьи рога были выставлены вперед. Эти слегка изогнутые, но все еще острые, как бритва рога длиной не менее метра быстро приближались к Алисе. А. Она рефлекторно отскочила назад и одновременно протянула руку. Божественность быстро пробудилась внутри нее, и ее левая рука схватила приближающийся рог. Ее ноги вонзились в землю и ей удалось остановить яростную атаку Минотавра, который в итоге застыл на месте. Чистое изумление быстро заполнило лицо Минотавра. Он не мог поверить в то, что такой миниатюрной девушке удалось так легко остановить его. Тем временем Алиса подняла правую руку. Хе-хе-хе. Она сделала глубокий вдох, после чего с силой ударила кулаком по рогу. Хруст. Раздался громкий, ужасный звук взрыв, и землю окрасила кровь. Его рог сломался, а огромное тело высотой не менее 4 метров было безжалостно вдавлено в землю. Монстр дернулся, но это было все, что он сделал. Он был мгновенно убит. Она фактически уничтожила монстра высотой в 4 метра одним ударом. Как только Алиса начала успокаивать дыхание, она почувствовала, как пара взглядов опустилась ей на спину. Она оглянулась. Седьмой принц и Хансу ставились на нее в полном оцепенении. Ах, хэм, это, ну это, хэм. Алиса поспешно спрятала руки за спину, совершенно не обратив внимания на то, что кровь была на ее лице. Она выдавила неловкую улыбку и что-то сказала. Вы правы, ваше высочество. Я тоже с нетерпением жду этого. И это путешествие, я имею в виду. Она запоздала попыталась ответить на то, что сказал ранее принц. Но вместо этого он и Ханс пробормотали свое впечатление. Во-первых, седьмой принц сказал. Ты случайно не смотрела воина ветра, один. И затем Ханс произнес впечатленным голосом. Я уже слышал, что жрицы теократической империи действительно страшные личности. Но ваша сила поистине потусторонняя, моя госпожа. Услышав эти слова, Алиса могла только скорчить подавленное лицо. Вот чина Илюши славилась тем, что была гнездом авантюристов. Эта территория была расположена довольно близко к столице страны, известной своей магией. И поэтому довольно большое количество магов называли это место своим домом. Кроме того, наемники, искатели приключений и бесчисленные авантюристы также часто посещали водчину. Мало того, область рядом с территорией обычно называли лесом демонических зверей из-за того, что оттуда часто выходили монстры. И, возможно, именно по этой причине огромное количество людей стекалось в Илюши. Ты слышал новости о гражданской войне в королевстве Ломи? О, о той, где второй принц яшкался с вампирами. Я слышал, что ему отрубили голову после того, как инквизиция узнала об этом. Похоже, гражданская война Ломи подошла к концу, и все благодаря сам знаешь кому. Верно. Я слышал, что все это из-за этого человека. Этого человека, о ком ты говоришь? Беседующие наемники казались немного смущенными, но авантюрист кивнул и сказал. Вы знаете седьмого принца теократической империи? Наемники зажали рты. Беда. Я слышал о нем. Он ходил один и убивал вампиров. Не так ли? Это еще не все. Он даже подчинил себе армию нежити, насчитывающую, по-видимому, десятки тысяч голов. Я думаю об этом каждый раз, когда слышу о нем, но все это звучит как небылица, вы не согласны. Наемники глухо усмехнулись. Конечно, все они уже слышали об этих слухах. История из теократической империи еще несколько изослана, а теперь еще и изломе. И седьмой принц теократической империи был в центре всех этих слухов, что сотрясали континент прямо сейчас. Многие слухи звучали слишком хорошо, чтобы быть правдивыми. Например, он спас принца империи от смертельного проклятия, затем назначил отвергнутую принцессу правительницей Аслана и даже спас королевство, которое было на грани разрушения, и так далее, и так далее. Честно говоря, все это звучало как часть какой-то сказки. Эти слухи звучали как слишком бурная фантазия, но, возможно, именно по этой причине эти слухи обладали такой силой и сейчас были у всех на устах. Пока наемники и авантюристы болтали между собой, в гильдию авантюристов прибыла группа посетителей. Взгляды собравшихся были устремлены на источник тяжелых лязгающих звуков, за которыми последовали металлические щелчки. Глаза авантюристов открылись гораздо шире. У входа стоял рыцарь в серебристо-белых доспехах с головы до ног. Искатели приключений заметили рунические буквы, выгравированные на поверхности белых доспехов, и восхищенно вздохнули. Разве это не магическая броня? Я полагаю, это отпрыск из богатой семьи? Затем они посмотрели за спину этого рыцаря. Сзади за ним следовали девушка и молодой человек. Девушка, казалось, все еще была в подростковом возрасте, с золотыми локонами и была одета в одежду священников, и на ее руках были надеты перчатки. Другому мужчине, казалось, было под 30, он был стройного телосложения и нес на спине довольно большой багаж, рыцарь, монашка и, возможно, торговец. Какое странное сочетание. Всем стало любопытно, кто они такие, но их любопытство длилось недолго. Они просто отвели свои взгляды и возобновили свои разговоры. Рыцарь в серебристо-белых доспехах направился к одному из прилавков гильдии авантюристов. И, вынув рог Минотавра, казалось бы, из ниоткуда, он спросил у администратора. Я хочу зарегистрироваться как авантюрист. Администратор гильдии, что сейчас был застойкой, был внушительным мужчиной, но он уставился на рог Минотавра широко открытыми глазами, а затем украдкой взглянул на рыцаря в серебристо-белых доспехах. Как вас зовут? Седьмой принц в белых доспехах гномов. Аллин хотел насладиться своим пребыванием в городе магии Илюши, не как принц империи, а как я Аллин. Аллин Руфус, как просто еще один искатель приключений. Один воин ветра. В фильме ведется рассказ о жизни мастера Чои Байдала, основателя известной во всем мире школы карате. Эмигрировав в Японию по окончании Второй мировой войны, молодой кореец задается целью стать военным летчиком. Год выпуска. 2004 год. Глава 213. Монстры канализации. У мужчины за стойкой гильдии авантюристов было непроницаемое выражение лица. О, так у вас есть фамилия? Вы из благородного дома? Я ответил репликой, которую придумал заранее. Он разрушен. Если вы не возражаете, я спрошу, ваш бывший дом связан с каким королевством? Ломе. Вы рыцарь на особой тренировке? Что-то в этом роде. С самого начала этот человек даже не потрудился включить свою речь на играную вежливость. Он, вероятно, не мог хорошо разглядеть мое лицо из-за изготовленного гномами комплекта доспехов для всего тела. Он мог догадаться, что я все еще был молод из-за моего голоса, но выяснить, насколько я был молод, было довольно сложно. Кроме того, имя Аллен было довольно распространенным. Администратор тихо застонал, после чего перевел взгляд на двух людей на некотором расстоянии позади меня. Алиса оглядывала интерьер гильдии авантюристов сверкающими глазами, как будто все здесь было для нее таким интересным. Что касается Ханса, то он стоял у входа около доски с запросами. Он просматривал ее содержимое, как будто пришел сюда, чтобы сделать свой собственный запрос. Администратор спросил. Эти двое тоже собираются зарегистрироваться? Ага. Быть искателем приключений – это не детская игра, так какого черта? Он сказал нечто довольно грубое по отношению к нам. Он, вероятно, понял, что поскольку я был из разрушенного благородного дома, не было необходимости обращать внимание на манеры или что-то в этом роде. Тем не менее, поскольку ты из благородного дома, я предполагаю, что тебе удалось освоить пару приемов владения мечом. Правильно. Администратор постучала по рогу Минотавра и снова посмотрела на меня. Ты действительно убил этого монстра? Нужно по крайней мере пять настоящих рыцарей, чтобы еле-еле убить одного Минотавра. Конечно, я небрежно кивнул. Администратор выглядел так, как будто у него не было особого выбора, и он подтолкнул ко мне деревянную табличку. Очень хорошо, ты будешь зарегистрирован и получишь деревянный ранг. Видимо он все еще не был полностью убежден нашей маленькой группой, но у меня не было другого способа доказать нашу силу, не разоблачая себя. Пока я ничего не мог с этим поделать. Во всяком случае, я хотел стать авантюристом шутки ради. Я просто хотел скоротать время во время этого отпуска весьма необычным способом. Не было необходимости слишком сильно в это вкладываться. В начале своего пути авантюрист мог получить деревянную табличку, подобную той, что сейчас дали мне, и она обозначала новичка. И да, и у авантюристов, и у наемников была своя система оценки. Начиная с дерева, далее шел камень, железо, ильтера, и, наконец, орехолк. Авантюристы до железного ранга были довольно обычным явлением, но, по-видимому, те, у кого был ранг ильтера или выше, были довольно редки. Я слышал, что на всем континенте насчитывалось всего около тысячи человек с такими рангами. Администратор продолжил, помни, что твой ранг будет ухудшаться или просто сразу отзовется, если ты ничего не будешь делать в течение длительного времени, ты должен выполнять по крайней мере один запрос в месяц с момента своей первой регистрации. Вау, это было немного похоже на игровую систему, не так ли? В любом случае, я планировал насладиться следующими двумя месяцами этой поездки в своем собственном спокойном темпе. Что касается оставшегося месяца, то я намеревался потратить его на поиски реликвии первого святого императора. Я осмотрел гильдию авантюристов. Здесь было действительно шумно, хорошо. Группа крепких мужчин, сидевших за соседним столиком, болтала с кем-то, кто был похож на их клиента, в то время как некоторые другие искатели приключений были заняты тем, что чокались своими наполненными алкоголем кружками и слушали песни Министреля. У входа была огромная доска объявлений, на которой авантюристы и наемники просматривали доступные задания, после чего брали листовки, которые пробудили их интерес. Алиса и Ханс тоже стояли перед ней, и в данный момент они привлекали довольно много внимания. В случае с Алисой это было связано с ее очевидной привлекательностью. А что касается Ханса, то в его случае внимание привлекал его огромный багаж. Из какого благородного дома она прибыла, мне стоит поболтать с ней или что-то в этом роде. Возможно это твой последний шанс, если они решат отправиться в лес демонических зверей, они наверняка станут закуской Минотавра. Давай, прямо сейчас, парень, ха-ха-ха, теперь я видел все. Даже торговец в наши дни хочет стать искателем приключений, я уверен, что они сдадутся после дня или двух. Я слышал, как наемники и авантюристы говорили о них в весьма пренебрежительном тоне. Однако эти люди понятия не имели, что она была экспертом по боевым искусствам, что она была достаточно сильна для убийства Минотавра голыми руками. В то время как он был первоклассным алхимиком, который даже столкнулся с драконом, о котором слышали только в легендах. Я просто проигнорировал этих дураков и подошел к Хансу и Алисе. Уже нашли какие-нибудь забавно звучащие просьбы? Мы отправились в путешествие, и нашим клятвенным долгом было хорошо провести время. Я хотел бы относиться к этому путешествию как к простому, длительному походу, но они просто покачали головами. Поэтому я сам взглянул на доску объявлений. Одно имя среди просьб сразу бросилось мне в глаза – церковь Беникина. И директор упомянутой церкви – монахиня по имени Эвелин. Это, это имя показалось мне ужасно знакомым. Стоп, разве это имя не было в одном из тех писем, что было доставлено императорской семье в прошлом? Верно, название церкви принадлежало одному из детских домов, которые спонсировались Руппелем, не так ли? Беникинская церковь находилась прямо на окраине города Елуша. Само здание церкви было небольшим и довольно обшарпанным. Директриса церкви, сестра Эвелин, была старой монахиней лет 70. Она была единственной, кто заботился о детях в этом приюте, но в данный момент она лежала на кровати с поврежденной спиной. Алиса лечила монахиню, пока Ханс развлекал детей, раздавая им игрушки. Тем временем я присматривался к состоянию церкви. Плесень и грибок, казалось, были повсюду, в то время как некоторые стены уже вот-вот должны были рухнуть. Несколько колонн здания сгнили, и было трудно сказать, когда именно они сдадутся. Так третий принц Руппель поддерживал такое место финансово. Да, я еще раз просмотрел документ с запросом. Его содержание было довольно простым. Маленький ребенок случайно уронил свою игрушку в канализацию, и девочка по имени Юрия отправилась за ней, но в итоге пропала без вести. Это случилось около дня назад. Простите, лорд Аллен? Алиса подошла ко мне и прошептала на ухо то, что ей удалось выяснить до сих пор. Как оказалось, в последнее время в Илюше довольно часто пропадали дети. Мало того, в канализации постоянно происходили странные вещи. Например, уборщики канализации внезапно пропадали во время работы, или каждый стражник, который отважился туда войти, в конечном итоге исчезал без следа. Запах, исходящий из канализации, с каждым днем становился все хуже, и там были обнаружены признаки, неприятно похожие на вспышку чумы. Вотчина Илюши срочно собирала силы для полноценного исследования канализаций, но сбор продвигался не очень быстро. Эта группа будет готова выступить через два, может быть, три дня, но это было слишком большим сроком. Оставить девочку в такой канализации на такой срок было слишком рискованно. Таков был объем информации, которую Алиса собрала до сих пор, и я пришел к одному выводу основываясь на этой информации. В канализациях скрывалось что-то нехорошее. Я захотела навести справки в городском гарнизоне, но все, что они сказали, так это то, что им все еще нужно собрать больше сил, чтобы начать расследование. Они, казалось, не хотели разглашать какую-либо подробную информацию, но я чувствовала, что это дело довольно опасное по своей природе. Вот почему я решила найти. Пока старая монахиня объясняла причину своего поступка, я рассеянно слушал ее. Канализации крупного города были опасны? Куда бы я ни посмотрел в этом городе, общественный порядок этого населенного пункта можно было обозначить минимум как удовлетворительный, что могло означать только то, что должно быть. Там происходило что-то очень серьезно. Как вы, возможно, догадались, я могу дать вам лишь небольшую сумму в качестве вознаграждения. Если этого будет недостаточно, я возьму процентную ссуду, чтобы отплатить вам. Вот почему, пожалуйста, я умоляю вас, Юрия. Кхе, кхе. Старая монахиня начала тяжело кашлять, и Алиса нежно похлопала ее по спине. Затем мисс святая взглянула на меня. Что нам делать, сэр? Я пожал плечами. Мы позаботимся об этом. Думаю, будет неплохо, если мой брат будет должен мне еще больше. Нам даже не нужно было много готовиться. Мы просто получили некоторую информацию от гильдии авантюристов и услышали несколько историй о том, как стражники, несущие караул, видели гигантских канализационных крыс. Ходили слухи, что в канализации прятались монстры, которых называли крысолюди. Эти монстры обычно обитали под городом или в естественных негативных полях, расположенных внутри лесов. Их рацион в основном состоял из всевозможных экскрементов, грязи и даже гниющих трупов. Они были всеядны и обладали довольно жестокой жилкой. Девочка, которая осталась в канализации на день или больше, когда там жили такие твари. Мы будем ловить крыс, сэр? Спросил Ханс, склонив голову на бок. Верно. Но это будут необычные крысы. По-видимому, они называются крысолюдьми. Высшее руководство гильдии авантюристов и лидеры Илюши намеренно скрыли эту информацию от граждан, проживающих в Вотчине. Ну, немногие люди обрадовались бы, узнав, что целая куча монстров, наполовину крыс, наполовину людей, жили где-то под их в основном мирным городом. Не так ли? Они явно хотели избавиться от монстров до того, как у этих тварей появится шанс вызвать сильную головную боль. Одной из вещей, которой славились крысолюди, было тем, что они были мастерами распространения смертельных болезней. Поэтому будет лучше, если их устранят как можно скорее. Глава 214. Монстры канализации. Мы втроем, Ханс, Алиса и я, ступили на лестницу, что вела в канализацию, расположенную рядом с церковью. Пахнет ужасно. Алиса недовольно зажала нос, осматривая наше окружение. Внутри было довольно темно. Поэтому мы с ней использовали божественность, чтобы улучшить наше зрение, чтобы хорошенько рассмотреть то, где мы находимся. На улице была середина дня, но ни один лучик света не мог проникнуть в это влажное и вонючее место. Я тихо простонал. Не ожидал, что вонь будет такой ужасной. На моей броне были установлены всевозможные устройства, созданные гномами. Если бы я захотел нейтрализовать воздух, загрязненный токсинами или какими-то другими веществами, все, что мне нужно было сделать, так это ввести божественность в броню, и она сама начнет процесс очистки. Мы здесь, чтобы поймать несколько крыс, сказал Ханс, оглядывая окрестности в своих очках для обнаружения магии. Я поправил его. Я же сказал тебе, что мы здесь будем иметь дело не с обычными крысами. Я вгляделся в темноту и заметил несколько живых крыс. Эти крысы не были тем, что любой мог бы назвать обычной крысой при даже самом извращенном воображении. У этих крыс был пушистый, жесткий черный мех на макушке головы. Они были примерно одного метра в высоту, когда ходили на задних лапах, как люди. Они даже носили с собой такие вещи, как палки и ржавые ножи. Алиса тут же застыла на месте, как будто неописуемый ужас полностью обездвижил ее в этот момент, в то время как Ханс стоял там, а его челюсть вот-вот должна была коснуться пола. Я, с другой стороны, уставился на этих крысолюдей с некоторым интересом. Видишь, я говорил тебе, они вовсе не ваши обычные крысы. Разве я не прав? Честно говоря, даже я не ожидал, что они появятся перед нами с ножами, палками и даже дубинками. И почему это произошло? Я уловил исходящую от них демоническую энергию, а также какой-то токсин. Либо среди их группы была какая-то нежить, либо некоторые крысы-люди могли использовать демоническую энергию. И видимо крысы в этом мире предпочитают ходить на двух ногах. Еще одна вещь, которую следовало отметить, заключалась в том, что их должно быть было значительно больше несколько сотен. Интересно, это произошло из-за того, что их природа вынудила их сформировать большую стаю. И, возможно, их природа также наделила их достаточным интеллектом. Их здесь было так много, что скрытый в темноте вход в канализацию был полностью заблокирован ими. Виск. Мех на всех этих крысолюдях встал дыбом. Сотни глаз убийственно сверкнули в темноте, после чего они бросились к нам, сжимая свои ножи и палки. Грохот. Десятки. Нет, сотни крупных крыс сейчас бешено неслись на нас по канализации, наполненной экскрементами и грязи. Даже у меня мурашки побежали по коже, пока я смотрел на это зрелище. Я словно смотрел на океан тараканов, что несся на меня. И что еще хуже, исходившая от них вонь была ужасной. На мехах монстров можно было увидеть всевозможную грязь и дерьмо. Че что нам делать? Спросила Алиса довольно испуганным голосом. Стоп, что? Из-за каких-то крыс? Или это было из-за того, что их было больше, чем ожидалось? О, ничего из вышеперечисленного. Она испугалась просто потому, что они были такими грязными. Я имею в виду, эта девушка была мастером боевых искусств, что был способен одним ударом убить Минотавра. Так что, черт возьми, она бы ни за что не испугалась каких-то крыс. Черт возьми, даже я не хотел иметь ничего общего с этими грязными крысами. Я быстро достал мушкет и вдохнул в патронник. Поскольку здесь, внизу, не было очевидцев, я мог делать все, что захочу. Так что, время поохотиться на крыс. Я прицелился в приближающуюся орду крысо-людей. От третьего лица. 14-летняя девочка, живущая в приюте при церкви Беникина, Юрия, в настоящее время гуляла одна в канализации, вцепившись в плюшевого мишку. Похоже, сейчас она была в плохом настроении. Здесь было так мрачно и воняло. У нее не было ничего, чтобы утолить жажду или утолить голод. Усталость у моей тела продолжала ослаблять ее. Она так устала, что даже не могла толком вспомнить, как ей удалось провести этот день в ловушке здесь, внизу. Не только это. Ка-ха-ха-ха-ха-ха. Юрия вскрикнула от удивления и чуть не выронила плюшевого мишку. Гниющий труп плавал в грязной канализационной воде прямо у нее на глазах. Труп, который был сильно искалечен клыками всевозможных зверей, не меньше. Юрия закрыла лицо от этого ужасного зрелища и отступила на несколько шагов. Как все могло так обернуться? Старшая сестренка, пожалуйста, помоги мне вернуть мишку. Один из ее незрелых младших братьев устроил истерику. Он уронил своего мишку в одно из канализационных отверстий. Так как было уже поздно, Юрия решила быстренько спуститься и забрать мишку. Если она бы не нашла его, то ей было очевидно, что он продолжит устраивать истерику до конца дня. Кроме того, ему было опасно входить в канализацию одному. Но ее решение в виде спуска в канализацию стало началом проблем. А, как так вышло? Вход, через который она вошла в канализацию, был плотно закрыт. Бах, бах. Она постучала в люк, но никто не открыл его снаружи. Она действительно слышала истории о том, что стражники решили закрыть все входы в канализацию из-за череды опасных событий, произошедших в последнее время. Но она не ожидала, что ее затронет нечто подобное. И что еще хуже, виск. Монстры, называемые крысолюдями, поселились в канализации. Юрия едва успела оторваться от них. Вонь канализации скрыла ее собственный запах. А так как крысолюди не обладали хорошим зрением, они просто пожирали все, что попадалось им на пути. Юрия тихо рыдала в полном одиночестве. Она продолжала бороться, чтобы выбраться из этого места, но количество крысолюдей, казалось, со временем увеличивалось и оказывало на нее сильное давление. Ей несколько раз приходилось спасаться бегством, прятаться в темноте и отрываться от них в лабиринтах канализации. Временами ей приходилось задерживать дыхание и входить в текущую канализацию, чтобы сбить их со следа. Но теперь, казалось, ее надежда погасла. Она слишком устала, чтобы даже просто идти. Она знала, что при таких темпах это был только вопрос времени, когда она превратится в еду для крыс. Как только она снова начала тихо всхлипывать, бум, послышался взрыв. Что это было? Спросила она. Юрия перевела взгляд на конец канализационного туннеля, в котором она находилась. Вспышка яркого света внезапно осветила проход, после чего куски того, что раньше было крысолюдьми, были отброшены назад, а их кровь густо покрыла стены канализации. Пока она стояла и в шоке смотрела на это зрелище. Треск. Волна канализационной воды вырвалась из более глубокой части туннеля позади нее. Она повернулась и заметила массивную крысу высотой не менее 5 метров, такую массивную, что она дотрагивалась до потолка канализационного туннеля своей головой. Гигантский крысолюд. У Юрия перехватило дыхание при виде этого огромного монстра. Она даже не смогла крикнуть. Куа-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Монстр же яростно завизжал. Его пасть широко раскрылась, как будто собираясь проглотить маленькую Юрию за один раз. Она крепко сжала плюшевого мишку и закрыла глаза. Все кончено. Именно в этот самый момент она услышала отчетливый щелчок металлических ботинок. Что-то или кто-то быстро мчался туда, где она была, шумно наступая в канализационную воду. Как раз перед тем, как клыки гигантского крысолюда сомкнулись, чтобы разорвать ее на части, длинный ствол мушкета был засунут в рот монстра. В его рту вспыхнула яркая искра, а затем затылок гигантского монстра разлетелся на кровавые куски. Кровь и куски плоти дождем посыпались на окрестности. Юрия, которая все еще держала плюшевого мишку, неприятно вздрогнула от удивления и быстро подняла голову. Она увидела человека, сверху донизу закованного в белые доспехи. Этот неизвестный держал в руках мушкетную винтовку длиной около полутора метров. Священная аура исходила от всего его тела и гарантировала, что даже если его фигура пропитается кровью, он никогда не будет запятнан нечистотой. Юрия ошеломленно уставилась на этого незнакомого святого рыцаря и тихо пробормотала. Паладин, ты Юрия? Его голос был мягким, и все же в нем звучала уверенность. Паладин протянул руку в сторону Юрии. Я пришел, чтобы забрать тебя домой. Глава 215. Монстры канализации. К счастью, девушка по имени Юрия была еще жива. Я проверил ее статус. Ее характеристики были довольно средними для девочки примерно 14 лет. Тем не менее, ее спокойствие, находчивость, доброта и ловкость привлекли мое внимание. Вдобавок ко всему, она страдала от усталости и была отравлена каким-то токсином, не говоря уже о том, что умудрилась заразиться чумой. Другими словами, токсины и демоническая энергия, свободно текущие в этой канализации, заразили ее. Если бы она осталась здесь еще на какое-то время, ее состояние, несомненно, ухудшилось бы и ее жизненные силы постепенно иссякли бы. Я протянул руку и схватил ее за руку, в то время как мои глаза бдительно наблюдали за туннелем позади нее. Кое-что выскочило на поверхность грязи, покрывающей канализацию. На этот раз к нам пожаловали монстры с несколько иным внешним видом. Они были под 2 метра ростом и походили на людей, однако их головы принадлежали крысам с довольно острыми клыками. Должен сказать, что все в них от длинных когтей до крепких мышц было слишком запоминающимся. Это были красные крысолюди, у которых, как можно было догадаться, был красный мех. Они были похожи на результат эксперимента, в ходе которого кто-то насадил голову крысы на известного в узких кругах бодибилдера. На них действительно было довольно жутко смотреть, и городские канализации кишели такими существами. Ки-и-и-эхк. Красные крысолюди завизжали и, широко раскинув руки, бросились к нам. Они были намного быстрее обычных крысолюдей. Исходя только из этого, я предположил, что их физическая сила была выше, чем у остальных представителей их вида. Но я не мог понять, как, черт возьми, такие монстры в конце концов свели гнездо в канализации такого крупного города, как Илюша. Я быстро схватил Юрию за руку и отступил назад. Есть здесь еще выжившие? Спросил я. Я, я не знаю, но я не думаю, что есть. Приятно это слышать. Я прикрыл глаза Юрией рукой. Взвалив мушкет на плечо, я достал бутылку святой воды и вылил ее содержимое в рот девушки. Температура ее тела начала быстро подниматься. Ее дыхание стало затрудненным. Поскольку она уже была заражена токсинами и демонической энергией, неудивительно, что в ней вспыхнула такая негативная реакция. Но это длилось совсем недолго, ее измученное выражение лица вскоре стало гораздо спокойнее. Должно быть, она почувствовала себя в безопасности и испытала облегчение, когда я ее обнял. Или, может быть, она просто была слишком измучена, потому что она обмякла и заснула в моих объятиях. Но в любом случае это не имело значения. Она сказала, что здесь скорее всего нету других выживших. Так что, давайте закончим с этим побыстрее. Хорошо, яркий свет вырвался откуда-то из-за моей спины. Как раз перед тем, как красные крысолюди с безумными глазами смогли наброситься на меня, стрелы света пронзили их фигуры насквозь. Скрежет-скрежет. Металлическая броня заставляла грязную воду метаться в стороны. Легион, излучающий яркий свет, внезапно материализовался в канализации. Они были одеты в доспехи, что были изготовлены гномами, а также держали в руках щиты и копья. Тем временем бандши, вооруженные луками и стрелами, стояли позади строя. В гильдии авантюристов был запрос, лично подписанный феодалом Илюши, с просьбой о том, чтобы искатели приключений и наемники исследовали канализацию, а также в случае чего убили монстров, что жили здесь, внизу. Я не принял эту просьбу, но я думаю, что никто не будет возражать, если я уничтожу их всех и заберу награду чуть позже. Ну, одно спасение девочки даже близко не удовлетворило меня, вот почему. Убейте их. Я заодно решил очистить это место, от третьего лица, виск, шипение. Группа крысолюдей ростом около метра торопливо сновала по канализациям. Они бежали со всей возможной скоростью, в то время как холодный пот густо покрывал их тела. Их мех дрожал от чистого страха. Эти существа, рожденные во тьме канализации, думали, что это место – рай. Здесь было не только тепло, но и все виды экскрементов и грязи заполнили это место, и время от времени свежее мясо охотно спускалось сюда. Если бы еды было недостаточно, они бы начали прибегать к каннибализму, но так как ее было в достатке, они быстро развивались и эволюционировали. Они увеличили свои силы и вскоре даже начали орудовать примитивным оружием. Их королева, владычица, правящая в канализации, сказала им следующее. Мы увеличим наши силы и поднимемся на поверхность мира. Распространите чуму, и как только наша слабая добыча падет, мы сожрем их всех. Какой это был бы удивительный поворот событий. Крысолюди, которые обычно должны были прятаться во тьме подземелий, каким-то образом стали разумными, очень быстро размножились и стали намного сильнее. Мало того, им даже удалось сбежать от унизительных дней, когда они должны были быть лабораторными крысами каких-то странных волшебников. Однако также правдой было и то, что их королева приобрела мощную силу, токсины и поистине непреодолимые репродуктивные способности благодаря этим волшебникам. Всего за три месяца родились сотни и тысячи крысо-людей. С такой скоростью рождения не было ничего странного в том, что они начали мечтать об основании королевства, о котором часто говорили люди. Может быть, они даже смогут основать империю. Королевство крыс – мир, где будут править крысо-люди. Мы умнее людей, мы сильнее людей. Наш первый шаг к величию начнется отсюда. Таковы были мысли наивных существ, запертых в клетке. Однако они по глупости думали, что были правы. Лилия мечты и надежды на лучшее будущее, они подготавливали свои крылья для полета из этого места. Но потом в этом подземном городе крыс появились захватчики. Крысо-люди оглянулись. Щелк-щелк-щелк. Легион, состоящий из неуклюжих фигур ростом не менее двух метров, облаченных в сверкающие доспехи, неумолимо продвигался вперед. Они держали щиты и размахивали своими заостренными копьями. Крысо-люди пытались сопротивляться, но эти захватчики были слишком сильными. Они отталкивали монстров щитами, топтали их металлическими сапогами и кололи копьями. Стрелы света, сыпавшиеся во все стороны без разбора, моментально убивали крысо-людей. Монстры пришли в глубокий ужас. Ни разу они не сталкивались с существами такого калибра здесь, в канализации. Может ли этот легион быть частью человеческих армий, что правили на поверхности? Неужели все человеческие армии действительно были такими невероятными? Ува-а-а-а. Крысо-люди начали извергать свои уникальные токсины, но на этом они не остановились и даже начали извергать то, что было у них в желудках, в канализационную воду. Из их ртов в канализацию лился ядовитый туман и рвота, что содержали всевозможные смертельные токсины. Конечно, ни одна живая армия не смогла бы противостоять этим двум смертоносным факторам вместе взятым. На самом деле, все люди, которые появлялись здесь до сих пор, падали от такого хода. Так что это должно сработать и на этот раз. Глаза крысо-людей расширились от шока. Захватчики, чьи глаза зловеще блестели под шлемами, ни в малейшей степени не пострадали от этой комбинированной атаки. Вместо этого белый дым начал подниматься из всех тех мест, на которые они наступили. Крысо-люди вздрогнули от неожиданности и поспешно посмотрели на землю, по которой шла армия. Канализационная вода, на которую наступала белая армия, очищалась. Всевозможные экскременты и грязь исчезали в одно мгновение. По коже крысо-людей побежали мурашки, когда они в шоке отшатнулись. Подумать только, что этот легион был способен так легко очистить всю эту грязную, отвратительную жижу. Как будто захватчики уже долгое время планировали полностью разгромить дом крысо-людей. Монстры начали убегать из этого места. Они громко кричали друг другу, беги отсюда, пойдемте туда, где живет наша королева. Мы должны доложить ей, наш город, наше королевство в опасности. Но именно тогда стена перед убегающей группой крысо-людей внезапно рухнула. Куа-а-а-а, огромная фигура, покрытая металлическими пластинчатыми доспехами высотой не менее трех метров, прошла сквозь только что образованный проход. Крысо-люди смогли заглянуть в пространство под броней благодаря своему гораздо меньшему росту. И то, что они увидели, было костями. Это был костяной голем. Все подобие цвета исчезло с тел крысы людей. Они подняли головы и уставились на бронированное существо, что сейчас поднимало свою большую булаву. А, о, дорогая королева, пожалуйста, приди и спаси нас. Булава безжалостно обрушилась вниз. Армия нежити захватывала канализацию. Вся грязь, найденная в ней, очищалась, когда войско проходило мимо. В данный момент эта нежить работала довольно быстро из-за приказа, который отдал им их хозяин. Убейте их всех, но главное, чтобы вас никто не заметил, ребята. Очистите тут все настолько хорошо, как только сможете. Нежить действовала систематически и стабильно продвигалась вперед. Они выслеживали всех монстров и по пути использовали божественность, чтобы очистить всю чуму и грязь, что засоряла канализационную воду. Слово их хозяина было абсолютным. Затем легион нежити начал пристально вглядываться в то место, где соединялась подземная канализационная система глава 216. Монстры канализации. Это место было, если судить по стандартам людей, отвратительным и действительно ужасным местом. Это было место, где гниющая пища, выброшенная людьми, и экскременты в конечном итоге смешивались в нечто однородное. Тут можно было найти даже трупы, обглоданные крысами, для крысолюдей, однако это было место, где собирались лучшие блюда. Королева позаимствовала одно слово из человеческого языка и стала называть это место своим королевским дворцом. Королева крысолюдей была в 8 метров ростом и все ее тело покрывал рыжий мех. Внешне она напоминала дикую крысу и большую часть своего времени она проводила за рождением новых крысолюдей. Ее способности были намного лучше, чем у обычных крысолюдей, и все благодаря волшебникам, которые проводили эксперименты над монстром, придав ей в итоге невероятную физическую силу. Королева крысолюдей продолжала безостановочно рожать новых крысолюдей. Она рождала их и жрала всю пищу, которую смывала вместе с грязной канализационной водой. Она также усердно работала над созданием наиболее оптимальной среды, в которой ее потомство смогло бы процветать. Внезапно большое количество крысолюдей ворвалось в королевский дворец со всех сторон. Виск, виск, виск. Все эти крысолюди дрожали от страха. В то же время королева увидела кое-что еще. Она увидела искалеченные трупы крысолюдей и их кровь, плывущую по поверхности канализационной воды. Ярость стремительно вспыхнула в голове королевы, и она сердито подняла голову. Именно в этот момент армия вошла во дворец по центральному туннелю. Солдаты начали общаться с королевой крысолюдей, ритмично стуча зубами. Но что они вообще пытались сказать? Королева никак не могла понять этих немертвых. Однако она не могла стоять в стороне и смотреть за тем, как эти захватчики разрушали ее королевство. Королева встала и приготовилась зарычать, но в этот момент нежить набросилась на существо. Глаза нежити, которая орудовала копьями, были изогнуты, как яркие полумесяцы. Бесчисленное количество оружия безжалостно разрубило королеву на части. Только трагический крик эхом отдавался в канализационных туннелях от первого лица. Я покинул туннели, неся Юрию на спине. Дети бросились к нам, как только мы вернулись на территорию церкви. Несмотря на то, что наши тела, должно быть, неимоверно воняли, детям было все равно, и они беспокоились только о состоянии Юрии. Директриса детского дома, старая монахиня, сестра Евелин, крепко обняла девочку. После того, как их воссоединение подошло к концу, она передала Юрию на попечение Ханса и Алисы, а затем повела меня в церковь. Когда мы вошли внутрь, она опустилась на колени, склонила голову, сложила руки и начала молиться. Я в большом долгу перед вами, ваше высочество. Ты знаешь, кто я. Что ж это удивило меня. Как она вообще об этом догадалась. Это было из-за моего имени, Аллин? Нет, этого не может быть. Это было довольно распространенное имя. Евелин вскоре разрешила мое любопытство. Юрия сказала мне, что вы использовали мушкетную винтовку в канализации, ваше высочество. Эта церковь имела тесные связи с теократической империей. Я знаю обо всех слухах, которые приходили к нам из империи. Кто-нибудь еще знает? Нет, сэр. Мушкетные винтовки – незнакомое оружие для большинства простых людей. Юрия же знала, что такое мушкет, потому что слышала об этом от проходивших мимо торговцыц в прошлом. А что насчет лопаты? Прошу прощения, лопаты? О, похоже, истории о том, что я часто ею пользовался, еще не распространились по всему миру. С другой стороны, я не так часто пользовался лопатой с тех пор, как покинул северную территорию, так что это следовало принять во внимание. Я никогда не планировал полностью скрывать свою настоящую личность, но, чтобы избежать чего-то слишком раздражающего, казалось, что теперь мне нужно было стать более внимательным к использованию оружия на публике. «Позвольте мне выразить вам свою благодарность. Спасибо вам за то, что наблюдали за последними минутами его высочества третьего принца», – сказала Эвелин. «Только Шарлотта, Хармон и Я знали о том, что Руппель выжил. Даже святой император, Кельт Эльфалс или другие члены императорской семьи не знали об истине. Что ж, в конце концов, это был серьезный проступок оставить предателя в живых. Я не знаю, что привело вас сюда, ваше высочество, но я не сомневаюсь в том, что вы здесь для того, чтобы сделать что-то важное. Хэм, на самом деле, я просто решил стать искателем приключений для развлечения во время своего отпуска. Однако у меня возникло ощущение, что о таких вещах не следовало говорить в открытую, поэтому я этого не сделал. Эвелин хотела было отдать мне награду за спасение, но я, естественно, отказался. Я просто получу награду от Руппеля позже, хотя я и не был уверен, встретимся ли мы снова в будущем. В любом случае, даже такая встреча, как эта, была судьбоносной. Я подтолкнул бутылку святой воды к старой монахине. Раз в год разбавляйте небольшую порцию этой воды в питьевой воде и раздавайте ее детям. Если вы будете это делать, они будут здоровыми и не смогут заболеть целый год. Но еще один замечательный подарок, подобный этому. Эвелин склонила голову, чтобы поблагодарить меня. Тем временем Алиса и Ханс подошли к нам, чтобы сообщить, что Юрия заснула. Юрия выразила желание поговорить с вами. Разве вы не собираетесь с ней встретиться? Спросила Алиса у меня, но я только покачал головой. Что ж, если нам суждено будет встретиться снова, то мы встретимся. Если нет, то нет. В любом случае, я собирался остаться в этом городе на два месяца. Рано или поздно мы столкнемся друг с другом. Сейчас же мне оставалось позаботиться только об одном, посмотреть, успешно ли завершилось уничтожение крыс. Мы направились обратно ко входу в канализацию рядом с церковью. Глухой удар, огромная нога с острыми и довольно большими когтями с глухим стуком приземлились перед входом. Кровь продолжала сочиться из всего огромного тела. Нежить опустилась на колени и поклонилась, после чего постепенно исчезла из этого мира в своем коленопреклоненном положении. Я улыбнулся и дотронулся до острого когтя. Итак, моя первая работа в качестве искателя приключений была успешно завершена. От третьего лица, все внимание было сосредоточено на одной группе. Кровь все еще капала с пальца королевы крысолюдей длиной около метра. Когда трио вошло в гильдию авантюристов с этой штукой, каждый искатель приключений внутри застыл на месте. Наемники, которые ранее издевались над группой, молча встали со своих стульев, а их губы были плотно сжаты. Это троица авантюристов, простых птенцов, которые получили свои звания только позавчера. Все думали, что один из них, просто оруженосец из благородной семьи. Вторая была монашкой, а третий торговцем. Но сейчас они положили на прилавок огромный палец длиной в метр. Администратор гильдии авантюристов поспешно сглотнул сухую слюну, а его глаза чуть не вылезли из орбит. Затем он быстро посмотрел на рыцаря, который не так давно стал искателем приключений. Рыцарь спросил, «Итак, какова будет наша награда за эту штуку?» Администратор украдкой взглянул на бланк запроса, который лично отправил феодал Илюше. Его содержимое гласило, «Сформируйте отряд из 50 человек из авантюристов и наемников. Они будут отправлены в качестве исследовательской группы в подземные водные пути вместе с пятью десятью солдатами и четырьмя магами города. Цель – уничтожение живущих там монстров. Группа из более чем ста бойцов должна была отправиться в экспедицию в канализацию. Вот насколько опасной считалась ситуация в канализации. Тем не менее, сейчас прямо перед ним были мужчина и его спутники, которым удалось очистить вышеупомянутую канализационную систему. Администратор не сводил глаз рыцаря в белых доспехах. «Мои извинения за то, что спрашиваю об этом снова, но не могли бы вы еще раз назвать мне свое имя?» Тон его речи заметно изменился. Рыцарь все еще был в шлеме, так что разглядеть его лицо было невозможно, но по какой-то причине ему показалось, что сейчас он улыбался. Рыцарь открыл рот. «Меня зовут Аллин Руфус, не так ли?» Группа, состоящая из пятидесяти солдат Водчины, в настоящее время шла по подземным водным путям с масками, что закрывали их лица. Они были в середине исследования центральной зоны, где десятки канализационных тоннелей сходились в одном месте. Среди них был авантюрист, которого назначили руководителем этой группы. Его звали Адольф, а ранг был железным. В данный момент он читал отчет с широко раскрытыми глазами. Он недоверчиво пробормотал. Новичок с деревянным рангом действительно сделал это. Да, сэр, он зарегистрировался совсем недавно. Адольф выслушал последующий доклад солдата, а затем опустил взгляд вниз. Канализационные тоннели должны были быть до краев заполнены всевозможной грязью и экскрементами, но прямо сейчас тут текла чистая вода. Поскольку в городе жили сотни тысяч людей, загрязнение канализации было чем-то нормальным, однако сейчас он видел полную противоположность. На самом деле здесь было просто слишком чисто, и это несколько взбесило Адольфа. Кроме того, он даже чувствовал священную ауру, что исходило от воды, хотя она была довольно слабой. Авантюрист Адольф раньше был одним из заключенных, которые отбывали свой срок в северном регионе, так что ему не составило особого труда выяснить, что канализационная вода каким-то образом превратилась в святую воду. Кроме того, он также мог использовать божественность, что было еще одной причиной, из-за которой у него не было никаких проблем с ощущением этой разительной перемены. Он снова перевел взгляд на центральное расположение подземных водных путей. Там был разорванный на куски труп огромной крысы длиной не менее 8 метров. Там был монстр, которого дюжина с лишним аграф не смогли бы победить в бою, даже если бы они работали вместе. Это было демоническое чудовище, с которым даже отряду из 100 бойцов было бы очень трудно справиться, и все же троицы начинающих авантюристов удалось убить его. Адольф мог только криво усмехнуться. Я пойму, тот ли это парень или нет, когда встречу с ним. Он бросил взгляд на портрет рыцаря в доспехах, который содержался в отчете глава 217. Незначительное соединение. Внутри леса демонических зверей. Алиса, в настоящее время одетая в форму монахини, быстро мчалась сквозь лес. Она отшвыривали ветви, что были на ее пути, и проворно пересекала толстые корни деревьев. Она посмотрела в сторону, и вот тогда что-то появилось прямо рядом с ней. У этого существа, монстра, была зеленая кожа и клыки, которые резко выступали из уродливого, страшного лица. Его тело также было гораздо более мускулистым, чем у любого нормального человека. Это был орк. Но там был не только один орк. Их было довольно много, и все они носили изношенные доспехи, и каждый из них размахивал разнообразным холодным оружием. Алиса фыркнула, когда взглянула на них. Эти орки оказались более быстрыми, чем она того ожидала. Она перевела взгляд на себя и тут же ахнула и вздрогнула от удивления, после чего поспешно опустила голову. Меч рассек воздух и пролетел прямо около ее волос. Еще больше мечей и копий, казалось, появилось отовсюду. Придерживая свои развивающиеся волосы, Алиса умело и легко уклонялась от всех атак. Осталось немного, место, о котором мне говорил мистер Ханс. Она чувствовала множество существ, что следовали за ней. Большая орда орков пыталась наброситься на нее, и их было около сотни. Один огр малинового цвета также приближался к ней сквозь лесную растительность. У него было две головы, и он казался, по крайней мере, в полтора раза больше, чем обычный орк. Здесь даже есть людоед. Ее глаза расширились от удивления, так как в задании, которое она и ее спутники приняли, не было упоминания о том, что в этом районе был людоед. Краснокожий двуглавый людоед начал беспорядочно размахивать огромным стволом дерева, как будто это была простая деревянная палка. Орки, находившиеся перед ним, были раздавлены в мясную пасту. В это время другие орки выпускали стрелы, надеясь убить Алису, но она проворно металась среди деревьев, уклоняясь от летящих снарядов. Вскоре она выбралась из леса и вышла на широко открытые луга. Перед ней стоял Ханс в халате и размахивал горящим факелом слева направо. Алиса заметила большое пятно грязи на вершине луга. Она перепрыгнула через него и приземлилась рядом с Хансом, после чего быстро оглянулась. Куэхк, человеческое мясо, орда орков с налитыми кровью глазами быстро продвигалась вперед. И как раз в этот момент бамбуковые палки, которые поддерживали грунт, неуверенно затряслись и в итоге сломались. Земля провалилась, и орда орков и краснокожий двуглавый людоед попали в ловушку. Орки провалились в ловушку, а затем начали нюхать грязь, что покрыло их тела. Наряду с едким металлическим зловонием они почувствовали запах чего-то странного. Разве это не было запахом масла? Лица орков мгновенно побледнели. Они начали метаться, пытаясь вырваться из ловушки. Но как раз в этот момент Ханс бросил зажженный факел в ловушку. Почти в одно мгновение пламя вспыхнуло внутри ловушки. Около сотни орков начали сжигаться заживо под их трагические крики. Ханс и Алиса посмотрели друг на друга и вздохнули с облегчением. Но в этот момент краснокожий двуглавый людоед выпрыгнул из ямы. Все его тело было покрыто маслом и он весь горел, но он все еще был жив. Этот мутировавший людоед, двуглавый людоед, открыл оборота и начал рычать. Люди, мы ненавидим. Мы ненавидим волшебников, которые используют экспериментах в нас. Но как раз в этот момент из леса вышел паладин, облаченный в серебристо-белые доспехи. В обеих руках он держал двуручный меч длиной в два метра. Это оружие было драгоценным мечом, которым владел бывший наследник титула короля мечей. Паладин крепко сжал огромный меч и тихо прошептал. Касим. Когда он сказал это, прозрачная масса божественности внезапно собралась позади него. Оно превратилось в душу неуклюжего человеческого существа. Это был святой дух, и это существо вошло в большой меч. Божественная аура активирована. Добавлен навык. Божественная аура ветра. Хват паладина стал более крепким. Это было похоже на одержимость. Святой дух вошел и завладел самим оружием. Хотя итоговый результат составлял лишь одну десятую от того, когда сам Касим был непосредственно призван в этот мир. Этого все еще было достаточно. Затем он отвел большой меч назад, после чего резко дернул его вперед. Бум. Ветер сгустился, после чего вокруг паладина появились штормовые потоки, и бесформенные клинки вылетели вперед и раскололи спину горящего двуглавого людоеда. А-а-а-ах-к. Кровь хлынула из него кровавым фонтаном. Огромное чудовище с двумя головами пошатнулось и рухнуло ничком. Он протянул руку, надеясь как-то спастись, но паладин схватил его руку и холодно посмотрел на монстра. Наше задание было выполнено. Его огромный меч поднялся высоко в воздух, а затем опустился, отрезав палец монстра. Был один человек, о котором недавно заговорила вся гильдия авантюристов. Паладин в серебристо-белых доспехах, разорившийся дворянин из королевства Ломе, который был святым рыцарем, что следовал учению богов. Этим человеком был никто иной, как Аллен Руфус, администратор гильдии, который на этот раз была девушкой. В настоящее время с волнением смотрела на огромный палец. Вот как выглядит мизинец двуглавого людоеда, святое дерьмо. Он размером с мое бедро. Разве это не странно? Он взял на себя задачу выследить нескольких орков. Так почему же вместо этого он выследил двуглавого людоеда? Содержание задания определенно касалось охоты на орду орков, которые совершали набеги на сельские деревни и похищали живущих там жителей. И все же эта троица отправилась и по пути выследила двуглавого людоеда. Ранее, когда они взялись за работу по очистке болота, которая оккупировала группа людей-ящеров, они каким-то образом умудрились найти там мутировавшую пятиглавую гидру. И еще был инцидент с крысо-людями, который произошел около месяца назад. Как оказалось, тех крыс вела огромная королева крысо-людей. Тем не менее, паладин и его группа не только выследила всех тех тварей, но и даже очистила канализацию до такой степени, что все подземные водные пути были полностью очищены от грязи. В последнее время по какой-то причине количество странных инцидентов, похоже, увеличилось. Администратору не удалось скрыть своего чувства необъяснимой беспомощности. Даже несмотря на то, что работа, которую брал на себя паладин, должна была быть легкой, все всегда все равно. Казалось, выходила из-под контроля, однако он с каждым разом выходил из опасной ситуации победителем. На этот раз тоже ничего не изменилось. Задание по убийству нескольких орков превратилось в гораздо более масштабную охоту на мутировавшего двуглавого людоеда. Рано или поздно о нем и его группе начнут распространяться всевозможные слухи. Точнее слухи уже ходили. Один из слухов говорил о том, что эта группа инсценировала все эти инциденты. Это слишком странно, не так ли? Несмотря ни на что, они, должно быть, все это подстроили. Верно, я не думаю, что они смогли бы убить его. Другими словами, люди начали подозревать их в том, что эта трио инсценировала инциденты, чтобы получить немного славы и репутации. Однако, кто в здравом уме решит добавить в группе орков двуглавого людоеда, или, если уж на то пошло, кто был настолько безумен, раз решил добавить гидру, причем мутировавшую, в охоту на ящеров. К тому же никто в этом мире не был бы настолько сумасшедшим и не стал бы выливать достаточно святой воды только для того, чтобы она очистила канализационную систему, что обслуживала сотни тысяч людей. Проще говоря, такие слухи были просто какой-то чепухой, которая вылетала из рта завистливых авантюристов. Вот и все. Однако еще один слух предполагал, что Паладин, должно быть, был членом королевской семьи какого-то королевства. Они могут быть из королевской семьи какого-нибудь королевства, понимаешь, девушка, принцесса, Паладин, ее сопровождающий рыцарь, а торговец на самом деле ее слуга. Этот слух звучал наиболее правдоподобно. Искательница приключений по имени Алиса на самом деле принцесса из какого-то королевства, в то время как Паладин, рыцарь из королевской гвардии. Что касается торговца, то он, должно быть, является коммергером. Конечно, для такого рода слухов не было никаких оснований. Администратор гильдии авантюристов могла только строить обеспокоенные выражения лица, подслушивая шепот присутствующих авантюристов. Эта троица была первой группой, которая умудрилась за месяц подняться до ранга Эльтеры, ранга, которым, по слухам, обладало только тысяча человек на всем континенте. И сейчас администратор ломала голову, пытаясь понять, как ей следует относиться к паладину в серебристо-белых доспехах и двум его спутникам в будущем. Пока она стонала про себя, кто-то подошел к ней. Это был мускулистый мужчина, облаченный в доспехе, авантюрист по имени Адольф. Ой, мистер Адольф. Администратор махнула рукой. Адольф ответил взаимностью на приветствие, после чего перевел свой любопытный взгляд на палец, который раньше принадлежал двуглавому дюдоеду. Администратор криво улыбнулась и сказала, «О, это, авантюристы ранга Эльтера оставили его здесь». И ехо, такое чувство, что мир становится все более страшным, не так ли? Проклятые крысы кишели в канализации не так давно, сейчас вот кучка орков вдруг разбушевалась, и даже ящеры недавно пытались напасть на водчину. Интересно, что вообще происходит в этом мире? Адольф потер подбородок, слушая ее. Она была права, по какой-то причине все начало выходить из-под контроля в последние дни. Но общее число жертв было не так уж и велико, учитывая то, кто именно пытался причинить неприятности. Не было бы ничего странного в сотне умерших авантюристов и наемников, но благодаря паладину в серебристо-белых доспехах число жертв было минимальным. Адольф слышал довольно много странных историй в последнее время, поэтому спросил у администратора о чем-то, что ему показалось интересным. Когда монстры начали так себя вести, э, ах, я думаю, все началось около месяца назад, ну, инцидент с крысолюдьми действительно произошел примерно месяц назад, но события, происходившие тогда, были слишком незначительными, так что они не привлекли много внимания. Адольф медленно кивнул в ответ на ее слова. Итак, монстры стали более активными после того, как серебристо-белый паладин прибыл в город. Все это было слишком странным, чтобы это можно было объяснить чистым совпадением. Адольф пробормотал. Понятно, что-то действительно происходит в этом месте, и именно поэтому он решил приехать сюда. Здесь что-то происходит, а кто он такой? Ты не знаешь, где я могу найти его прямо сейчас? Сказав это, Адольф сжал в руки пергамент из овечьей кожи. Это было письмо, отправленное ему из королевского двора айранца. Они просили его побеседовать с глазу на глаз с этим авантюристом. Ранга Эльтера глава 218. Незначительное соединение. Ваше здоровье. В настоящее время мы находились в гостинице. Обильная остановка. Это было убежище для жителей водчины, где можно было свободно поболтать друг с другом о трудных днях. В то время как министрель играл приятную песню на заднем плане. В этом уютном месте я слегка чокнулся пивной кружкой размером с мою голову с кружками Алисы и Ханса. Глоток. Глоток. Я открыл нижнюю часть шлема и без колебаний залпом выпил пиво. То, что надо. Конечно, его вкус несколько уступал ликеру, сваренному лично гномами в водчине Хильды, но все равно оно было очень хорошим. Ха-ха-ха. Как и ожидалось от мисс Алисы, все теорки запыхались, а ты даже не вспотела. Алиса, казалось, смутилась от похвалы Ханса, а ее лицо слегка покраснело. Она все еще смотрела в мою сторону. Кстати, сэр Аллин, что мы будем делать дальше? Сейчас тон ее голоса звучал значительно веселее, и это было потому, что она тоже наслаждалась нашими приключениями. Что меня не слишком удивило, так как жизнь в императорском дворце, должно быть, была очень скучной, ограниченной, замкнутой образ жизни, где все, что она могла сделать, так это учиться этикету, и где от нее ожидали, что она всегда будет вести себя изысканно, как подобает уважаемой дочери Знати. Должно быть, она чувствовала себя освобожденной теперь, когда ей больше не нужно было беспокоиться о таких вещах. Черт возьми, в последнее время она перестала со страхом обращаться ко мне, учитывая, что я был худшим злодеем, который пытался причинить ей вред в прошлом. Хэм, интересно, я думал о том, чтобы мы с этого момента немного расслабились, до сих пор мы выполняли одно задание в неделю, поэтому я решил, что будет неплохо, если мы сделаем перерыв. Именно в это время в гостиницу пришел новый посетитель, я перестал пить пиво и посмотрел на дверной проем, внутрь вошел искатель приключений мужского пола, я использовал мысленный взор, чтобы проверить его атрибуты, прямолинейность, честность, грубый контроль божественности и быстрый тем просто, был ли он паладином стажером или кем-то в этом роде. Пока я думал об этом про себя, искатель приключений оглядел интерьер гостиницы, после чего обнаружил меня и сразу же начал идти к нашему столику. Добравшись до нас, он сказал, «Сэр Аллен Руфус, я оглядел его, в чем дело, я никогда не видел его раньше, но факт того, что он мог использовать божественность, заставил меня слегка напрячься». Мужчина улыбнулся и сказал, «Я хотел бы поболтать с вами, если у вас есть немного свободного времени, поболтать?» «Да, нам». Искатель приключений Адольф достал из-за пазухи пергамент и подтолкнул его ко мне. «Нам нужно обсудить это письмо, отправленное Королевским двором Королевства Айранс. Вскоре мы пришли в уединенное место. Он был авантюристом или мне следовало рассматривать его как наемника?» В общем, Адольф был ветераном, который в прошлом даже брался за работу от самого Королевского двора. «И этот самый Королевский двор направил ему еще одну просьбу, которая заключалась в том, чтобы он расследовал мое происхождение. Позвольте мне представиться, меня зовут Адольф, и я родом из Теократической империи. Кроме того, Адольф взглянул на меня и продолжил, «Я провел около года на северной границе империи в качестве раба. Должно быть, это была еще одна причина, из-за которой Королевский двор Айранса доверил ему расследование моего происхождения. Они, вероятно, решили, что он как-то связан со мной. Он продолжил, «Ну, тогда я украл только несколько буханок хлеба, но с того момента все резко пошло на дно. Но в любом случае, я выпил еще немного пива, пока он говорил. Тем временем Адольф продолжал вспоминать свое прошлое. Итак, во время моего пребывания в качестве раба на севере я стал свидетелем подвигов одного святого. Он спас мне жизнь. Когда я был на пороге смерти, я слегка наклонил голову. Я спас ему жизнь. Когда? Тогда мой живот был разорван, и демоническая энергия распространилась на все мои внутренние органы. Я был близок к смерти, но святой, на котором была маска с птичьим клювом, облил меня святой водой. Аааа, так этот парень был тем бедолагой, который потерял сознание после того, как ему разрезали живот. Ха, значит, ему удалось выжить. В таком случае, его жизненная сила, должно быть, была довольно уникальной. Я молча слушал рассказ Адольфа, но вскоре заметил, что мое пиво закончилось, поэтому я позвал официанта, чтобы он налил мне еще. Святой выстрелил из мушкета и использовал лопату. Все это время он, конечно, действовал на передовой. Это странно. Я не помню, чтобы я стоял на передовой. Все, что я тогда сделал, так это просто выпустил несколько священных пуль, стоя на вершине крепостной стены и разлил святую воду. Похоже, этот чувак ходил в очках с ярко-розовыми стеклами. Я также стал свидетелем того, как святой лично вышел на охоту за вампиром. Ради спасения солдат водчины он даже взял на себя смелость и выманил этого монстра. Несмотря на то, что он говорил обо мне, его история заставляла меня неловко ерзать на стуле. По правде говоря, я собирался напасть из-под тяжка, но это не сработало и мне пришлось действовать иначе. Тон голоса Адольфа постепенно становился все выше и выше от волнения, пока он вспоминал прошлое. Алиса и Ханс внимательно слушали его и выглядели очень увлеченными историей из моего прошлого. Но для меня это было немного чересчур, поэтому я быстро махнул рукой и сказал, «Хорошо, так, к чему ты клонишь? Ах, упс, простите меня за это». Похоже, я немного отвлекся. Адольф смущенно почесал затылок. Я видел святую воду, которую святой создал тогда. Я имею в виду озеро святой воды, которое остановило нежить. В конце концов, было трудно упустить что-то настолько большое. И та святая вода очень похожа на воду, которую сейчас можно найти в канализации. Нет, на самом деле она кажется намного сильнее. Несколько моментов, касающихся инцидента с канализацией, в конце концов стали небольшой проблемой. Все, что я тогда сделал, так это перевел святую нежить в режим автоматической охоты. Но кто бы мог подумать, что они решат заодно очистить всю канализационную систему. Принц Теократической империи в настоящее время находился в королевстве Айранс. Неизвестно зачем и почему. Очевидно, что королевский двор должно быть ссался кипятком прямо сейчас. И вот почему этого парня попросили расследовать мое происхождение. Адольф не стал ходить вокруг да около. Я знаю, что веду себя нагло, но я хотел бы прямо спросить у вас, может ли быть так, что вы, сэр Аллин? Он глубоко вздохнул и уставился прямо на меня. В его глазах ясно читалась нервозность. Вы, седьмой принц Теократической империи, Аллиноль. Нет, я широко улыбнулся и отпил еще немного пива, после чего со стуком поставил кружку на стол. Я Аллин Руфус, искатель приключений. На лице Адольфа ясно читалось ошеломление, но оно держалось на его лице недолго, так как кривая усмешка сменила его первоначальное выражение лица. Я уверен, что у вас есть свои причины для такого ответа. В таком случае я передам то, что вы сказали, королевскому двору. Казалось, что теперь он был уверен в том, что я седьмой принц. Ну, в конце концов, он все-таки видел мою святую воду. Тогда он был на северной границе, так что у него были какие-то подсказки насчет того, какой была моя истинная личность. Я доложу, что вы не имеете никакого отношения к седьмому принцу Теокра, а также, что я в основном использую мушкетную винтовку и лопату. Ты можешь рассказать им об этом. Глаза Адольфа расширились. В данный момент он выглядел совершенно сбитым с толку. Выражение его лица говорило о том, что он не мог понять, хочу ли я скрыть свою истинную личность или же нет. Ты можешь в точности сообщить королевскому двору о том, что видишь, вот и все. То, что я вижу, вас это устроит, сэр. Адольф казался обеспокоенным. Судя по его поведению, он бы без колебаний солгал королевскому двору, если бы я попросил его об этом. Вместо ответа я просто выпил еще немного пива. Я понимаю, Адольф. Казалось, воспринял это как мое молчаливое одобрение. Он встал со стула и низко поклонился в мою сторону. Ах, и хотя уже довольно поздно, я все же хотел бы выразить свою благодарность, сэр. И, если вы действительно расследуете странные события, происходящие на вотчине, то я хотел бы предложить вам свою помощь. Если вам понадобится моя помощь, пожалуйста, найдите меня в любое время. Странные события на вотчине. Стоп, тут происходили странные вещи. Хэм. Вроде бы я действительно слышал, как администратор гильдии авантюристов жаловалась на то, что в последнее время в окрестностях вотчины стало довольно шумно. Не нужно благодарить меня. Даже если бы я не спас тебе жизнь, кто-то другой все равно сделал бы это. Я легонько махнул рукой. Тогда священники изо всех сил пытались спасти ему жизнь, несмотря на то, что он был преступником. Так что да, они бы в конце концов спасли его, либо используя исцеляющую магию, либо прибегнув к вырезанию его внутренних органов или чему-то подобному. Адольф снова криво улыбнулся. Ну, да, это правда. Но я вам все равно должен, и это такой долг, который я никогда не смогу вернуть вам даже за всю свою жизнь. Долг, который он не сможет погасить даже за всю свою жизнь. Пока я в замешательстве смотрел на него, он продолжил. Это все благодаря вам, сэр Аллин. Адольф поднял руку в груди и лучезарно улыбнулся. В то же время мои глаза открылись шире, потому что, несмотря на то, что я был скромным заключенным, белоснежная божественная аура. Видите ли, я каким-то образом научился управлять божественностью. Начало подниматься из его руки, излучая яркий свет глава 219, незначительное соединение. Внутри штаб-квартиры Немезиды, что находится где-то в глубине леса демонических зверей, некромант нервно грыз ногти, после чего глубоко вцепился в один из них и выдернул его чуть ли не вместе с мясом. Тем временем его товарищи-некроманты едва сдерживали ярость, а их лица были красными, в то время как на их лбах заметно вздымались вены. Но как, как, они держались за эту мечту в течение последних 50 лет? Мечта, суть которой заключалась в осуществлении желания короля-некромантов. Для достижения этой великой цели они спрятались от гластиократической империи и усердно подготавливались к этому моменту. Но теперь все их многолетние усилия рухнули в одно мгновение. Во-первых, королева-крыса-людей. Они посвятили огромное количество времени создании монстра, который стал бы биологическим оружием, что способно распространять всевозможные токсины и чуму. Они выпустили такое существо в канализацию водчины так, чтобы никто не узнал об этом, и принялись ждать. Поскольку ее репродуктивная способность была высокой, некроманты предсказали, что крыса-людечисленностью в сотне нет, в тысячи голов в мгновение ока начнут распространять неостановимую чуму по всему городу. Но не говоря уже о распространении чумы, вся канализационная система в итоге была начисто вычищена. И королева-крыса-людей была убита так легко. Во-вторых, ящеры. Эти монстры должны были убивать всех путешественников, что вступали на территорию водчины. Их база была расположена на болоте, и, используя черную магию, некромантам удалось промыть мозги ящерам, чтобы они начали действовать, но затем из ниоткуда появился какой-то случайный паладин и вмешался в их план, и благодаря этой неожиданной переменной, мутировавшая гидра, которую некроманты тщательно лелеяли, тоже была убита. Наконец, орки и двуглавый людоед. Все орки с промытыми мозгами попали в ловушку и были убиты, в то время как мутировавший двуглавый людоед, за создание которого некроманты заплатили немалую цену, сыграл в ящик после того, как его разрезал на части тот же паладин. Все монстры, которые были созданы ими за счет столь многих жертв и несчастливых сокровищ, были уничтожены всего за несколько дней. Это все вина этого паладина. Да, это дело рук этого безумного дурака. Нам нужно разорвать его на куски. Пожилые некроманты громко рычали друг на друга. К сожалению, они не могли убить паладина. Во-первых, этот человек был настоящим монстром, что был способен уничтожить настоящих монстров, которые создавались некромантами на протяжении многих лет. Они просто не могли придумать способ, с помощью которого смогут справиться с кем-то настолько сильным. Этот паладин, он действительно член какой-то разорившейся знати изломе. Некроманты перевели свои взгляды на одного конкретного некроманта, человека, которого называли первым в истории верующим короля некромантов. Это был волшебник по имени Рудис, старик с согнутой спиной, который был больше похож на горбуна. Его руки сжимали грубый костяной посох. Он сказал, Это не может быть правдой. Мы уже провели расследование и установили, что в Ломе никогда не было благородного дома по имени Руфус. Его личность всего лишь фальшивка. А это означает? Это означает, что теократическая империя послала сюда охотничью собаку. Они, должно быть, вышли на наш след. Некроманты обменялись встревоженными взглядами. Они прибыли в Айранс, королевство магии, чтобы избежать преследования империи. Но эти проклятые имперцы решили преследовать их даже в другом королевстве. Но они не смогут остановить наш грандиозный план. Рудис окинул взглядом других некромантов, опираясь при этом всем своим весом на посох. Мы, верные последователи короля некромантов, мы будем распространять смерть согласно его воле. Мы откроем врата, соединенные с Чистелищем, Вилюше, Сэр, Вилюше, но сейчас у нас нет возможности, Сэр. Каждый раз, когда мы начинаем реализовывать план этот чертов паладин, некроманты начали высказывать свои опасения, поглядывая друг на друга, но Рудис просто улыбнулся в ответ. Нет, у нас есть способ. Он протянул руку в сторону и убрал кусок грязной тряпки. За ней обнаружился мужчина лет сорока с небольшим. Он смотрел в потолок в безмолвном оцепенении, а из уголка его рта текла слюна. Это феодал Илюши, Виконто Тонс. После того, как я слегка покопался в его голове, он стал гораздо охотнее потакать моим требованиям. Если монстры не работают, тогда мы просто прибегнем к людям. Возможно, мы не сможем физически убить паладина, но мы, безусловно, можем изгнать его из водчины, хоть и на время. Рудис снова перевел взгляд на некромантов. Мы рискнем всем ради этого плана. Только смерть ждет нас, если на этот раз мы не добьемся успеха. Рудис указал посохом и громко объявил. Король некромантов, благословение лорда Омона, будут с нами. От первого лица. Я столкнулся с парнем по имени Адольф после инцидента с двуглавым людоедом, и мы немного поболтали. То, что он сказал тогда, неприятно меня удивило. Должно быть, это случилось примерно через год после того, как вы спасли меня, сэр святой. Я внезапно обрел способность использовать божественность. Однако я могу управлять ей всего лишь на уровне младенца по сравнению с настоящими паладинами. Он думал, что теперь мог использовать божественность только потому, что я исцелил его ранее. И, по его словам, он не был единственным. Хотя правила пробуждения немного непонятны, многие из тех, кто получил святую воду от вас, сэр святой, они, я бродил по улицам Илюши, потирая подбородок. По словам Адольфа, люди на северной границе, которые выпили мою святую воду, а также те, кого я исцелил. В конечном итоге они получили возможность управлять некоторым количеством божественности, хотя большинство из них и умели управлять лишь малым количеством. По сравнению с паладинами теократической империи, они были слабы. Немного поразмыслил, в моей голове вдруг всплыла пара вещей, связанных с этим вопросом, или, точнее, пара людей. Мой рыцарь, Шарлотта, и нынешняя королева Аслана, Тина. Эти двое также каким-то образом смогли использовать божественность, и они не только могли управлять божественностью, но и даже могли похвастаться ненормальной скоростью роста. Конечно, они с самого начала были талантливы, но, похоже, мое влияние оказало на них слишком большой эффект. Скорость роста Адольфа была более медленной, чем у этих двух девочек, но, должно быть, вся суть заключалась в разнице знаний, которыми они обладали, и в таланте. В случае Шарлотты она приобрела необычное тело, находясь на грани жизни и смерти, а что касается Тины, темной эльфийки, то она с момента своего рождения прошла обучение жизни или смерти у Хашашинов. Стоп! Я почти забыл о своих старших братьях, Луане и Руппеле. Интересно, что будет с этими двумя? Извините меня, сэр Паладин. Все благодаря вам, даже те, кто не верил в Бога, теперь превозносят гею и вас, сэр святой. И даже я стал одним из них. Вот что сказал Адольф. Я никогда не предполагал, что это произойдет, но каким-то образом я все равно приложил руку к увеличению числа верующих геев. Эта часть не должна была создать проблем мне в будущем, но, я не мог не задаться вопросом, сколько жизней я спас до сих пор. Сотни? Тысячи? Я не мог точно вспомнить, хотя одно можно было сказать наверняка. Это число вовсе не могло быть маленьким. В теократической империи, Аслане, и в королевстве Ломе, я исцелил довольно много людей и даже раздавал святую воду. Итак, если то, что сказал Адольф, было правдой, то все эти люди, именно тогда девушка с длинными черными волосами и такими же черными глазами внезапно преградила мне путь. Я наклонил голову и посмотрел на эту девушку. Она на мгновение замялась, а затем на ее лице появилось неловкое выражение. И привет. Эта девушка показалась мне знакомой, где я видел ее раньше. Я некоторое время думал об этом, но только после того, как мысленно проверил ее статус, я наконец вспомнил, кто она такая. Она была сиротой из Беникинской церкви, которая пропала около месяца назад, и мы взялись за ее поиски. Ты, Юрия? Девушка подпрыгнула, когда я это сказал, и на ее лице отразилась радость. Ты действительно помнишь меня? Ну, э, извини, но на самом деле я забыл о тебе. Я быстро подавил желание выпалить то, что было у меня на уме, и взглянул на ее руку. В данный момент Юрия держала в руках корзину. Я хотела встретиться с тобой и лично поблагодарить тебя, но ты, должно быть, был занят, потому что всякий раз, когда я приходила в гильдию авантюристов, тебя там не было. Юрия лучезарно улыбнулась, после чего с любопытством посмотрела на пустые места по обе стороны от меня. Кстати, госпожи монахини и мистера корабейника сегодня с тобой нет, она говорила об Алисой и Хансе. В случае с Алисой мне казалось, что две девочки как-то быстро сблизились и скучали друг по другу. Прошло не так уж много времени с тех пор, как Алиса отправилась в церковь Беникина, сказав при этом, что хотела бы совершить там добровольное служение, а также помолиться богине. Что касается Ханса, то он остался в гостинице, чтобы расшифровать магическую руну телепортации, оставленную вампирами. Он сказал мне подготовиться к предстоящим событиям, так как он был очень близок к разгадке тайны этой руны. Они сказали, что у них есть свои собственные дела, которыми нужно заняться. Когда я это сказал, Юрия посмотрела на меня снизу вверх. Это значит, что у тебя выходной, ну, видимо, до глава 220, незначительное соединение ее глаза открылись шире, но рот был плотно сжат. Она немного о чем-то размышляла, после чего, наконец, снова открыла рот. Если у тебя нет никаких планов на вечер, не хотел бы ты заглянуть в нашу церковь позже? Я, я имею в виду, вы спасли меня, но я еще даже не отплатила вам должным образом, так что, да даже если моя стряпня недостаточно хороша, чтобы служить такому дворянину, как вы, сэр Паладин, о, она приглашает меня на ужин, я на мгновение задумался над ее предложением, а потом вдруг в моей голове всплыло лицо Адольфа. Люди, которых я исцелил, теперь могли в какой-то степени управлять божественностью. Этот факт все еще не давал мне покоя, даже когда мы стояли здесь. Хорошо, в конце концов, у меня полно свободного времени, хорошо, увидимся позже вы. Я посмотрел на небо, солнце все еще стояло высоко и ярко светило. Я прикинул, что пройдет около 4-5 часов, прежде чем стемнеет настолько, чтобы можно было сказать, что наступил вечер. Ну, не то чтобы у меня были какие-то другие дела, о которых нужно было позаботиться. Тебе поручили закупиться продуктами? Когда я спросил ее об этом, Юрия слегка вздрогнула и поспешно кивнула. Ладно, тогда я схожу с тобой. И правда, глаза Юрия округлились от удивления, как у кролика. Я планировал приобрести вещи для путешествий. Кроме того, мне нужно кое о чем тебя спросить. Она кивнулась немного ошеломленным лицом, но вскоре в припрыжку двинулась вперед. Я последовал за ней, но перед этим укратко и оглянулся назад. По какой-то причине я ощущал это странное ощущение, но я не мог быть уверен, было ли это просто иллюзией, или же кто-то действительно следил за мной прямо сейчас. Что ж, рано или поздно правда выйдет наружу. Прогуливаясь по городу, я внимательно осматривал наше окружение. Рынок был довольно оживленным. Владельцы прилавков продавали всевозможные товары, а некоторые театральные группы устраивали представления или другие виды постановок, чтобы привлечь внимание покупателей. Я ненадолго остановился и уставился на одно из уличных представлений. Юрия тоже остановилась рядом со мной и уставилась на актеров, что разыгрывали пьесу. Я спросил ее, какую сценку они воспроизводят. Это повесть о лорде святом истеократической империи. Знаешь, он сейчас очень известный человек, так как он к тому же является седьмым принцем империи. Я был удивлен ее ответом и обратил более пристальное внимание на пьесу. Актер, который, казалось, играл меня, продекламировал несколько строк, в которых было слишком много достойной презрения чепухи, а затем начал размахивать копьем, желая зарубить другого актера, который играл роль вампира. Копье? Я слышала, что лорд святой использует копье и волшебный посох. Я криво усмехнулся, почувствовав некоторую пустоту внутри. Я орудовал лопатой и кучей пушек, хотя, ну, слухи, казалось, несколько видоизменились, прежде чем достигли этого места, что на самом деле было неудивительно. Айранс находился на некотором расстоянии от теократической империи, и для многих людей мушкет все еще оставался декоративным украшением, в то время как лопата была одним из самых простых инструментов. Такого рода искажение правды было неизбежным. И не стоило забывать, что это было королевство магии, поэтому люди здесь, вероятно, думали, что из мушкетов просто нельзя было убить кого-либо. Они, должно быть, выбрали наиболее правдоподобно звучащее оружие, которые напоминали лопату и мушкет, и вот так они и пришли к копию и волшебному посоху. Как я и думал, доверять слухам не стоило. Наблюдать за этой пьесой было, безусловно, интересно. В ней рассказывалось о том, как я охотился на вампиров, спас жизнь принца империи и даже спас принцессу вражеского королевства. Я в этой пьесе, несомненно, был самым праведным, благородным воином во всем мире с безграничными надеждами на будущее. Он такой классный, не так ли? Я взглянул на Юрию. Она хлопала в ладоши в знак признательности. Без сомнения, он – великодушный принц, который любит и глубоко заботится о своих бесчисленных подданных. Возможно, ты ошибаешься. Видимо, слухи о том, что я – благородный принц, уже давно перестали циркулировать среди народа. Юрия посмотрела на меня и неловко улыбнулась. Выражение ее лица говорило о том, что она не ожидала, что я вдруг скажу это. Судя по ее поведению, сестра Эвелин не сказала ей правду обо мне. Я решил не обращать на это внимания, и мы ушли оттуда. Юная мисс, почему бы вам не сыграть в эту игру? Первые две попытки бесплатны. Продавец прилавка окликнул Юрию, когда мы шли по рынку, и она повернула голову. Я тоже повернул голову. В этом мире тоже были такие игры, где можно было выиграть кукол в качестве призов. Юрия осторожно украдкой взглянула на меня, и я кивнул, словно говоря, попробуй. Даже несмотря на то, что ей не нужно было спрашивать моего разрешения, она все равно спросила меня. Затем она бодро направилась к прилавку. Дети в церкви любят таких кукол. Юрия взяла игрушечный кинжал. Зенис любит плюшевых мишек, в то время как Берин предпочитает деревянные фигурки. Сказав это, Юрия расслабила мышцы запястья, и плавным отработанным движением она встала в позицию для броска и метнула игрушечный кинжал. Его лезвие точно ударило по кукле, но силы броска, казалось, немного не хватило, так как игрушка не упала с полки. Увидев это, на лице Юрии появилось разочарование. Ты, случайно, не знаешь, как управлять божественностью? Когда я задал ей этот вопрос, Юрия на мгновение была ошеломлена и быстро взглянула на меня. Божественность! Я скрестил руки на груди и молча кивнул. Юрия была исцелена мной. Вот почему я задал ей этот вопрос, но она покачала головой. Прости, но я не умею управлять божественностью. Хэм, значит, я был не прав? Нет, стоп. Все в порядке, верно? Прошло чуть больше месяца с тех пор, как я ее вылечил. Так что было бы слишком чересчур, если бы ей удалось управлять божественностью всего спустя месяц. Адольф сказал, что ему потребовался целый год, так что, возможно, я слишком многого от нее хотел. Но я усердно учусь. В церкви есть учебник, в котором говорится, как можно стать помощником священника. Сестра Эвелин очень дорожит этой книгой и говорит, что она действительно очень дорогая. Я многому научилась, изучая эту книгу в течение последних двух лет. Юрия крепко сжала второй игрушечный кинжал. Я все еще не уверена, как ей можно управлять, но, и мы. Вот так. Она взяла кинжал обеими руками и закрыла глаза. В учебнике сказано, что сначала я должна помолиться всем сердцем. Я внимательно наблюдал за Юрией, пока она возносила свою молитву. О, дорогая богиня любви и милосердия, Гея, хотя она была действительно слабой, от нее начала исходить чисто белая аура. Мои брови взлетели вверх, когда я это заметил. Я начал потирать подбородок и вместе с этим изучал это явление. Из нее вытекало не так уж много чисто белой ауры, и вскоре она рассеялась и исчезла. Судя по ее горькому, разочарованному выражению лица, я понял, что сама Юрия не смогла почувствовать ауру из-за того, что она была слишком слабой. Там было сказано, что я скоро почувствую действительно священную ауру, поэтому я должна продолжать возвышать Гею, но, похоже, это не работает. Кто является автором этого учебника? Юрия наклонила голову то в одну, то в другую сторону. Человек по имени Рафаэль Астория. Ну, черт возьми, чудак, который теперь был главным священником в теократической империи, с самого начала. Давай, попробуй еще раз, сказал я. Юрия наклонила голову, но в конце концов кивнула и начала читать еще одну молитву. Она свела руки вместе, а я молча положил руку ей на плечо. Она слегка вздрогнула, но продолжила возносить свою молитву. Я начал управлять божественностью, что сочилась из тела Юрии. Слабая аура божественности, которая до этого слабо дрожала, начала медленно и неуклонно обретать равновесие. Ее божественность, которая была очень сильно похожа на мою, резонировала и отзывалась на мой контроль. На лбу Юрии выступили капли пота. Ей явно было нелегко, однако этого все равно было недостаточно. Ее количество божественности можно было описать только как жалкое. Поэтому я решил сконцентрировать больше божественности в своей руке, что сжимало ее плечо. Глаза Юрии расширились, еще больше божественности хлынуло из ее тела, в то время как божественная энергия распространилась на остальную часть ее тела. Часть энергии окутала игрушечный кинжал. Она уставилась на кинжал, после чего глубоко вдохнула. С ошеломленным выражением лица она переводила взгляд с меня на игрушку в своей руке. Э, прости, но что происходит? Я просто сказал ей, брось его сейчас же. Ты имеешь в виду эту штуку? Юрия изумленно уставилась на игрушечный кинжал, который теперь содержал божественность, а затем ослабила запястье и бросила его в куклу перед глазами. Вжух! Воздух перед ней сжался, и, бах! Кукла была проткнута насквозь, после чего разлетелась на куски. Набивка куклы разлетелась повсюду, и полка с шумом рухнула от удара. Владелец прилавка уставился на это зрелище в безмолвном шоке. Юрия застыла, а ее глаза чуть не вылезли из орбит. Я же не мог не улыбнуться. Теперь я был уверен. Я могу распространять свою божественность на других людей и таким образом увеличить число священнослужителей. Другими словами, я мог клепать священнослужителей так же, как клепал нежить. Юрия уставилась на меня в безмолвном оцепенении, но я просто погладил ее по голове и сказал ей, поздравляю, ты стала священнослужительницей. Юрия глава 221. Глаза это не было тем, что я ожидал увидеть. Игрушечному кинжалу удалось не только пронзить куклу насквозь, но и разрушить полку. Отчасти это было связано с тем, что я ввел божественность в ее тело, но такой результат в основном следовало списать на усердные тренировки Юрии в течение последних двух лет. Но даже с учетом ее тренировок разве такое вообще могло быть возможным? Было ли это связано с моей игровой системой? Здесь так же следовало учитывать уникальную природу профессии некроманта, так что это вообще не должно было сработать, что могло означать только. Это явление связано с законами этого мира, пробормотал я, даже не осознавая этого, и Юрия наклонила голову, услышав мои слова. Именно в этот момент мы услышали, как кто-то тихо рыдал. Мы повернули голову и уставились на владельца прилавка, который в данный момент стоял на коленях на земле, сокрушаясь из-за своей ужасной удачи, собирая осколки своих кукол. Видимо ему было очень больно видеть то, что кукла, которая была лично создана им, была разорвана на куски. Юрия вздрогнула от шока и поспешно склонила голову. Я, мне так жаль. Я подошел к владельцу прилавка. Извините за это. Хотя этого может быть недостаточно, возьмите это. Я вложил несколько золотых монет в руки владельца. Этого должно было хватить не только на восстановление разрушенной полки, но и на создание еще одной куклу. А о, боже мой, такая большая сумма. Глаза владельца чуть не вылезли из орбиты. Он начал радостно смеяться, несмотря на слезы, следы от которых еще были видны на его щеках. Что ж, по крайней мере, он выглядел довольным, так что все должно быть в порядке. Мы с Юрией оставили прилавок позади и направились к самой большой торговой группе в Илюше. Эта группа предлагала услуги курьеров, которые доставляли посылки или письма за определенную плату. Я не знал, где она находится, поэтому попросил Юрию проводить меня туда. Как ты сделал это? Я действительно использовала божественность, не так ли? Спросила она взволнованным голосом, как чистый, все еще наивный ребенок. Честно, я понятия не имел. В конце концов, я тоже не мог объяснить это явление. Но все же, показанная ей сила была довольно значительной. Она была слишком большой, чтобы ее можно было просто убрать из виду и говорить, что все в порядке. Если моего исцеления было достаточно, чтобы вселить в раненого божественность, то степень возможной опасности, которая могла прийти вместе с моим исцелением, была слишком велика, чтобы я мог игнорировать ее. Теперь я хотел выяснить, смогу ли я сдержать и контролировать эту вспышку. Я имею в виду, что никакой гарантии насчет того, что кто-то, кого я вылечил, не опьянеет от пробудившейся силы и не начнет делать всевозможные отвратительные, мерзкие вещи не существовало. Их пробужденная сила не так велика, поэтому они не смогут создать огромные проблемы. Но, Юрия провела меня к зданию ассоциации торговцев. Даже во время нашей прогулки я продолжал оглядываться. Это странное присутствие все еще было рядом с нами. За нами определенно следили. Чем мы можем вам помочь, сэр? Я хочу написать письмо и отправить его. Сотрудник торговой ассоциации с дружелюбной улыбкой провел меня в офис, где я смог бы написать письмо. Устроившись поудобнее, я уставился на ручку и бумагу, что лежали на столе. Что ж, не опять, а снова, да. Я должен был отдыхать в своем отпуске, но сейчас мне пришлось беспокоиться о том, что может произойти в теократической империи. То, что мне нужно было сделать, было довольно простым исследовать прошлое всех людей, которых я исцелил, и тех, кто выпил мою святую воду. Проверить каждого отдельного человека было бы невозможно, но, несомненно, горстка людей после моего исцеления начала бы выделяться. Я решил, что использовать их в качестве подопытных кроликов будет довольно неплохо. Вскоре я закончил писать письмо и заплатил, чтобы его доставили в теократическую империю. Я мог только надеяться, что официальные лица империи смогут завершить расследование к тому времени, как я вернусь домой. Ах, ты закончил. Я вышел из здания ассоциации торговцев и обнаружил, что Юрия с нетерпением ждала меня. Она лучезарно улыбнулась в мою сторону. Как только она начала подходить ко мне, процессия экипажей появилась на рыночной площади. Солдаты, принадлежащие к водчине Илюши, сопровождали эти экипажи, и, судя по этому, я решил, что Феодал нанял эту группу. Сопровождаемые ими экипажи слегка лязгали и покачивались. Я заметил стальные клетки под хлопающими тканевыми чехлами, и вещи, которые хранились внутри них, были монстры. Правильно, это процессия экипажей перевозила 10 с лишним монстров, и, судя по их направлению, казалось, что они направлялись в замок Феодала, что располагался в центре водчины, что они собирались делать со всеми этими монстрами. Они хотели использовать их в качестве лабораторных крыс, а во их стало больше. Вчера я видела точно такие же экипажи, сказала Юрия. Их стало больше? Да. Ну, некоторые из них часто приезжали и уезжали из города в течение последних нескольких дней. Хаймым. Поскольку солдаты водчины сопровождали экипажи, с грузом не должно было быть никаких проблем, но если эти монстры каким-то образом окажутся на свободе на улицах города, то ситуация довольно быстро переросла бы в нечто иное, однако для этого эти экипажи сопровождали солдаты. Сами солдаты, казалось, тоже это понимали, судя по их довольно сложным выражениям лиц. Кстати, сэр Паладин, разве это, знаете ли, не неудобно носить доспехи весь день? Спросила Юрия. Я надевал эту броню на все тело всякий раз, когда бродил за пределами гостиницы Е. Я просто пожал плечами в ответ на ее вопрос. Нет, они на удивление удовольствия.